камера мотор поехали ты за три недели стал чемпионом у хардкора тогда я каждую неделю пошли дрался я здесь чтоб сказку сделать были если зародилась мечта нужно к ней идти вот будете учиться будете заниматься будете как дабина бил не хватало денег и тебе приходилось моментами воровать хулиганит любил он добивал и ты не попытался встать если помог мне те кто тебе прям максимально неприятная пара горшок так скажем здесь конфликт с байрой что это было у меня получается развили что ершов шапалах или что ты там сделал это шоу бизнес он все там все так работает и все это трамплин для юси левые вот это движение там не нижний хардкор это на данном этапе лучшее место для наби набива с марселем бой у вас будет я могу его усыпи там наглухо он такой слово шныр слышал хоть раз ну что друзья всех приветствую я нахожусь дагестане специально приехал сюда уже сот раз сделал для вас крутейший контент который вы любите и сегодня у нас в гостях вернее сегодня я в гостях у наби наби его это чемпион самый молодой чемпион хардкоре которому 20 лет который ворвался в хардкор и за три недели стал чемпионом и его коронная фраза я самый разыскиваемый киллер ну что киллер мы пришли за тобой и теперь мы тебя разыскиваем узнаем как ты живешь и покажем тебя кто то есть посиди на жизни потому что на камерах мы одни а за камерами как правило другие самый разыскиваемый киллер сегодня здесь наби набиев ну и конечно же напоследок перед тем как вы будете смотреть этот ролик подпишитесь на этот канал мы идем к миллиону просто нажмите кнопку подписка от вас не убудет а мне приятно жмем ставим лайк пишем свои комментарии идем к миллиону все готовы поехали киллер здесь я здесь здесь он киллера я тогда кто самый опасный антикиллер который разыскивает всех киллеров здесь в дагестане наби набиев я иду с тобой ну что друзья контент сам себя не снимет а вам он всегда нужен горячим поэтому каждый раз мне приходится быть за рулем с одной съемки на другую совсем скоро будет присылать штрафы водителям заезду без осаго с дорожных камер поэтому чтобы не получать каждый раз штраф лучше оформить осаго через синьков осаго или обязательно страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств это когда каждый владелец машины обязан заключить договор страхования чтобы случай аварии за ущерб пострадавшему платил не он сам не водитель которому вы доверили машину а страховая компания сейчас я вам расскажу основные преимущества оформления осаго через синьков выплаты за один день если в тебя кто-то врежется то тебе по-быстрому заплатит страховая тиньков они другая страховая оформление за две минуты не трать свое время на поездки в офис все документы и заявления можно подать онлайн поддержка 24 на 7 оформе осаго или касков тиньков с кэшбэком до 30 процентов мобильное приложение или по ссылке в описании ну что я уже оформил вам приятного просмотра а я поехал дальше снимать контент ну что друзья всех приветствую мы в дагестане наконец-то долгожданный выпуск по хатам наби ну наконец-то тебя заказали тоже не обессу тебя заказали раскрыть зрителям показать тебе зрителям что ты из себя представляешь и кто-то вообще по жизни есть короче приехал ко мне на хату я как понял коваленко я всех приветствую сама сама маленьком сегодня будут обращение к пару таким да я участник но я разговаривал на фоне всего этого я очень подумал то что всякие кузнечики всякие такие саранчи много раз жаргон нормально пока я вот так потерялся из виду пока я уже не хайпы мне это пока не интересно я максимально профессионально к своим боям начал относиться выступаю готовлюсь тренируюсь скоро за океан иншалла и он у нас на фоне всего этого я вижу какие-то там уличные бойцы 2 много разговаривают много дергаются так скажем лишний раз сейчас мы обсудим этот час мы обсудим но до этого нам дайте потому что мне во-первых интересно узнать тебя вообще где ты рос с кем ты был в детстве и сколько тебе сейчас лет мне брат сейчас 20 лет исполнилось в октябре 17 октября 2003 года 2003 года офигеть вещей круто расскажи где ты вообще родился родился я в хасавюрте здесь да то есть здесь легендарном более посылки хасавюрте чтобы люди понимали тоже это находится в республике дагестан хасавюрте может но это кузница чемпиона в плане медики она так сильно не славится на плане таких олимпийских чемпионов там из вида вольной борьбы она славится этот город и как ты долго в школе здесь я 18 школе в гимназии 2 учился до 9 класса до 9 класса так то есть до 9 отучился экзамен здесь дал уже все нормально экзамен тоже на хорошо сдал не скажу что там на отлично но хорошо сдал затем еще три месяца десятом классе . пока мне ответ не дадут что я смогу 5 цвета школу пока подожди что за систему вас дагестанской непонятно получилось очень непонятно это получается непонятки да но это я правил такую не свои мои родители я пойду хотел после 9 поступить куда-то да но там были непонятки тебе как общались пока договаривались забит моим шарипов все его знает он я попросил его помочь мне в этом я вот увидел школу увидел его бои увидел где он учился где он набрался всего этого и мне стало очень интересно а что за место куда поступал пятца на света школа боевых искусств бульяске находится халимбеков 5 сторон света до легендарь я не знаю ты вообще не слышал 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 забит магомед шарипов и вот так короче забитом поговорил забит мне пообещал как пообещал не но это сколько раз вот я вы прошу о чем-то его плане спорта не скажу в каких-то жизненных обстоятельствах плане спорта прошел но все это помогает он не в разу мне еще не отказал я вот попросил его помочь мне там дальше больше еще по ходу дела скажу и пару историй вопросил и чтобы чего-то в жизни добиться ты же должен какую-то ты у меня вроде есть амбиции но я должен же сквозь там лень сквозь свою скромность и так далее немного стороны это все отодвинуть и показаться показать себя на самом деле чего я стою какой из человек и как я могу нормально так на русском языке шпарить и доносить до людей а чё кто-то говорит все что угол и кто-то говорит что ты на русском не шпаришь ты так про меня никто не говорит все знают что я умею разговаривать это я и с первого класса я любил но что друзья буквально одну минуточку вашего внимания сейчас у нас непростое время время интернета когда все блокируется и нужен хороший vpn я уверен что вы как и я перепробовали много различных vpn of и платных и дорогих и бесплатных и они рано или поздно блокируются выкидываются или очень много рекламы или надо выходить чтобы зайти в приложение мобильных банков в общем вся эта тягомотина в прошлом я создал свой собственный vpn проект который называется vpn от коваленко так пафосно сказал потому что действительно если я говорю что это vpn проект мой то это действительно мой а я не рекламирую от своего имени и не прикрываясь тем что якобы это мой проект но он не мой я хозяин своих слов и вы знаете кто знает мне давно я отвечать за слова я отвечаю за то что вы офигеете с этого vpn он скоростной без рекламы можно выкладывать видосы в тик ток если зайти захотите в какие-то мобильные банки вам его включать не надо то есть просто включили и забыли мой vpn коваленко по ссылке в описании но это еще не все vpn проект пользуется спросом потому что действительно много отзывов вот они все здесь отзывы сейчас вылазил все довольны мои слова все подтвердились и поэтому нам нужны сотрудники в команду как раз в команду по vpn по ссылке в описании тот же самый vpn переходите ознакомьтесь подключайтесь просто и будет у вас самый крутой vpn либо если хотите работать с нами станьте нашим сотрудником вся информация по ссылке в описании всех обнял продолжаем смотреть подкаст про школу расскажи это школа шаолин как вот я так понимаю получается я уже сам учат и как ну да как это школе лучше точно там а это получается учебу такое учебное заведение как у меня вот гимназия моя вторая вот здесь на посылке то есть все то же самое там а только есть туда базу добавлен спорт имеется ввиду что санда там два вида спорта если не ошибаюсь три даже гимнастика ну это своя там я сам там не занимался но такая такой вид спорта там присутствует там а получается тэквондо санда это вот на фоне это общежитие типа такое общежитие обшага такая ты там живешь проживаешь это в горах да горах проживаешь и тренируешься со школы уехать не получится это ты знаешь как там бывает неделю домой короче 1 запускает сейчас у них вроде я слышал правило чуть поменялись там по моему их месяц один раз в месяц уже короче ты живешь в казарме образно говоря в горах в в этой школе тренируешься и приоритетом на спорт на акценты но там писано а 50 на 50 там акцент как на основу учебу так и на спорт дают ну я просто больше уделял время спорта если честно и почему почему были непонятки непонятки были знаешь по поводу моего я же десятый класс уже переходил если я был переходил бы в девятый класс то можно было бы еще как-то об этом поговорить но они ну сказали то что возможности по типу нету и забит сначала мы же без забита без забита мы заявку все отправили попросили все условия создали для этого документы все дали подали они нам отказали и после забитом когда поговорили забит уже замок с этим после забита они они только с одним условием что я девятый еще раз отучусь ставили ты отказался я не от как я откажу а подожди для который рвался к этому я вот столько суете сделал родители можно сказать мозги сделал и после этого отец у моего уже не мог никак мы уже всего к забиту домой поехали забитом за таким круглым столом общались разговаривать а он еще дрался и все общались разговаривали он пообещал он сказал нет проблем я сказал значит сделаю вот так получилось ну правда там три месяца они сказали только 3 через время 3 2 3 месяца можете подъехать даже смело и вот так я эти 2 3 месяца здесь учился в десятом классе и туда поехал уже в девятый снова учиться я получается ну два раза девятый учился едва на десятый учился в два раза в десятом ты там все лишь три месяца первый раз только три месяца до 2 уже полностью 10 . и ты окончил эту школу шоулинер пять сторон света да и расскажи что вот расскажи как там было короче три года девятый снова я учился десятый тоже и 11 экзамен там еще да 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 я правда не сдавал где не сдавали огня я получал я здесь огня сдал хасоверты и туда когда приехал там же по новой уже все 9 классного там же еще надо экзамен завал я потому что отец от все было я не сдавал я просто учился поэтому в девятом классе имеется ввиду много спорта внимание уделял но правда по санда у меня очень плохо не получалось вообще получаться у меня начало только ближе к одиннадцатом классе конец десятого класса тогда я реально начал тренал нормально выступает выигрывать спортсменом года даже стал кто мог представить что базовый борец который два раза потому что девятый отучился придет туда в школу и спортсменом года станет я там россию играл спартак яду играл дагестан выиграл кубок россии играл все что можно было там я выиграл выиграть я все играл расскажи распорядок вообще дня как там все происходило вот ты приехал первый первый твой год зашел туда как чтобы приехал у меня там все с кипиша короче началось а уже кипиш сходу там разве строго такого нету что там выгоняют за кипишу там я все досконально не буду говоря естественно там матерился там все вот эта суета была я на фоне эмоций а чаще случилось что ты матерился я только как только зашел все знали что я вот приехал туда они уже знали кто там может постарше там седьмого класса 11 классе узнали уже знали кто туда заезжает также я узнал когда приезжали новенькие там говорили обсуждали короче также и видимо меня там обсуждали чемпионом мира был до этого всего я мир выигрывал по грэпплингу девятнадцатом году я приехал и мне начали качать и да там чемпион мира по грэпплингу я же вижу что человек обострит хочет на место обрезка да свое сделал ну короче с этого все начиналось да да и это окей понятно после я уже зашел в комнату там один бацан был его махома звали он меня встретил это первый человек у меня вот так я зашел комнату он меня встретил он не гитт и брат только не удивляйся что здесь происходит вообще не думай не удивляйся залетаю они сразу спарринга вот начали собрались вот так в комнате перчатки один но не не так драться не суета но перчатки все одели там же это чисто на руках да из интереса и спортивного такой интересы стали и начали работать а я такой в шоке смотрю на я думаю что за суета меня на меня ночью подписали уже думаю не в понятках короче и потом я посмотрю я говорю брат в принципе все нормально говорю я сам в спорте говорю все четко чем он говорит да тут вся школа знает уже ты мир выиграл и смотрю на за всем этим все разнали закончился это все уже самое что ни один человек ко мне не подошел не познакомился как будто бы у меня там даже не было после того как они подарили все закончили они меня все увидели салам алейкулсалам набишка все достойно все приняли и показывали школу короче я тоже я сам вижу я сам такой шустрый да пацан и греть где как слабость никогда не смогу показать вот я даже если где-то как-то чё-то кто-то сделает больше чем я могу себе представить я могу дать одну пощечину успокоить но я не могу вот так жить с этим у меня я могу если никто что-то что-то человек меня на эмоции выведет плохо сделать или я пойму что я немного слабину в этом моменте дал я могу человека успокоить а если ты будешь неправ он тебя вывести а не прав если я не прав я могу может мы подеремся но я там мои мысли не оставить на просто а если ты не прав зачем ты будешь по щечинам у меня если я никто не понял если я буду не прав бывают и на эмоциях все да я понесу ты можешь там ударить подраться с ним только после я понимаю что они прав подхожу и руку пожимаю и максимально если я не прав я извиню ты понимаешь это как бывает почти на эмоции у тебя тоже были такие истории в жизни где ты на эмоциях там газа валау и по-любому может быть у меня лично такой я же ничего не говорю поэтому вот такой вот момент получился у меня у меня там все почти в начале чтобы это в этой школе обосноваться ты должен себя нормально с характером показать такой плакса туда не сможешь в эту школу если даже плакса туда в эту школу валяться он спустя месяц это максимум смотри мне интересно про эту школу еще узнать а была разница между первым вторым и третьим курсом разницы но классы там старушки и дедовщина может какая то что девятый такого нет и принести там топ подает а там могут брать своего брата попросить она может если уважает если молодой уважает старшую в чем проблема может им помочь в чем если уважение за не сделают у нас у нас так принято если старше ты короче слово шныр слышал хоть раз а тактик этом в этом за сли в этом нету там там все с характером там нету на таких кто может себя слабо показать а пытаюсь пытались сделать из кого-то так вот проверяли характер и может там я лично не слышал что там дедовщина там напрягали и расскажи как вот был выпускной в этой школе как это происходило просто это же необычная школа выпускной очень напомнился я в девятый его закончил там когда заканчивал снова но для меня же это все база я же уже через это проходил даже был выпускной я как обычно эмоции были вообще шикарные мне понравилось это знаешь как это как будто ты дома там в кругу семьи так скажем праздновите там за столом внутри стол все там бывает все грамотно красиво максимально ты про девятый класс говоришь а я про одиннадцатый говорю одиннадцатый класс тоже сам все то же самое одиннадцатый класс также бывает мы экзамен сдаем после даже после этого экзамен мы сдали там так скажем опраздновали все нормально кто сдал увиделись пообщались даже после этого мы с классом несколько раз виделись на связи общаемся довольно таки так тесно нормально общается с кем ты общаешься из тех кто с тобой учился они чего-то сейчас добились кто больше всего добился но помимо того что ты в хардкоре там что-то имеющим из них что-то есть какие-то похожие истории что они чего-то добились такого что они говорят вот в gfc с лига который я начинал gfc прайд да там а двое выступали сандоисты как раз вот спят сан-света даже трое дрались выступают дерутся выступают также все по почти все по той же сфере что я только я просто немножко отличаюсь тем что я разговариваю тяжело будет а я даже когда тяжело они меня просто где-то как-то поддержать они думаю что у меня заготовки бывают меня на самом деле бывает кого-то там если нужно отблагодарить если я могу забыть там заготовка но имеет в этом смысле если я могу так много поговорить я же такое общаюсь могу уйти до себя короче много разговаривать и уже не вспомнить кого там хотел благодарить и вот так с этим вот это максимально бывает а так прямо такие готовы не бывает ну поднимал бы что ты русский язык понял что надо учить и знать хорошо да я любил русские литературу биологии вот все что с книгой книги относится читает чтение там ты любил читать на очень сейчас читаешь читаю три-четыре книги я сейчас тоже есть какая последняя книга прочитана последняя книга как разговаривать с кем угодно когда угодно и где угодно а кто автор автор не помню я думаю найдут за гулят просто может почитать читал донни до психология до психология сейчас мы с тобой общаемся психология общения я там говорит там говорят о том вот бываете момент где тебе тяжело с человеком пообщаться но ты стесняешься очень вот напрягаясь а красное лицо на такие истории бывают конечно конечно разговаривать и мне удобно максимально неудобно в этом случае ты должен просто в голове оставить у себя такой опечаток что тебе тоже хреново также как и не понимаешь мы с тобой общаемся вроде бы ты думаешь что одному тебе хреново один ты стесняйся но на фон на фоне тебя стоит такой же человек такой же с двумя руками двумя ногами с тем же самым сердцем что и у тебя с тем же самыми так сказать это там так приводится фримеров как тогда да поэтому нечего тут стесняться этот мы все люди у нас мы все одинаково так скажем нас бог нас всевышний создал одинаково на эту книгу почитать меня заинтересовал просто хороший пример того что ты привел то что ему также я на самом деле вот эту систему тоже использую только не в общении а когда я в боях дерусь я задышал я вообще решать не могу этому блин он по ему по-любому тоже так вот это тоже психологии там ты видишь ты себя ментально можешь немного напрячь внутри даже когда в бою ты вроде поработал человеком ты как первый раунд подрался на второй раунд ты выходит и смотришь я всегда смотрю на свой оппонент а у меня нету там посмотреть его состояние я сделаю чтобы в образ войти там чуть-чуть поисполнять ради три штока это любой другой нету такого человека который посмотрит на своего не посмотрит на своего оппонента не боясь внутри ну как сказать вот ты вышел ты первый раунд подрался и в любой человек любой боец любой боец на этой планете по-любому посмотрит на человека состояние на своего оппонента власть такие исполнял выходит типа не смотрят даже на бойцов туда-сюда на второй раунд заряжение типа уходит такой темы нету он также устает какие-то просто есть момент где человек больше сделал чем ты в подготовке к этому бою такого что прям резвы в горные такие в аиде они там хорошо дышит из такие гонны там хорошо будешь но саут психология одна и та же главное как ты вот внутри разберешься перед тем как выйти на втором от этого зависит кто лучше всех будет кто лучше всех будет знать дружить со своим мозгом со своей психологии всем этим то ты выиграет тот и выйдет заряжена ну я так думаю я так на это смотрю а ты психологически всегда был так заряжен или это с какого-то момента у тебя так позже я вот поделюсь первый раунд я выхожу на второе смотрю вроде соперник не устает я у меня немного это напрягает было и такое даже я думаю о чем мы же вроде на в одном темпе в одном ритме дрались и почему меньше чем значит я сделала меньше чем он в подготовке к бою и поэтому дальше больше вот так надо будет себя это ты же развиваешь психология она же развивается по любому ты в любом случае ты сегодня ты вот так стрел на этом завтра ты в следующем своем бою ты уже на опыте более поэтому нельзя говорят ветераны они же очень опытные бывают их просто вот вынесли вас подводить то что все уже они уже возраст и но они очень опытные бывают и даже говорят на опыте человек и молодой тогда у меня следующий вопрос тебе с походу как раз это будет связан с этой темой расскажи про свой финальный бой в джейси в котором ты проиграл что это было ты закрылся в черепаху он добивал и ты не попытался встать хотя мне как показалось этого второго ли по моему был и даже от его игру даты я все что можно было извлечь из этого боя я извлек уже давным-давно это люди расскажи нам что ты взлет и почему ты не встал что ты был в тот момент ментально подломился ментально ну потому что скажу честно да ты можешь а физически не не в бою в нет после боя я очень много было после боя до бою не было один мою меня ты в черепахе был ты же мог физически стать то есть ты промыть а ноги отваливались ты не мог встать там уйма боли воздал я очень много боли воздал там и правда не может покориться да я люди понятно если бы я уделил бы 5 секунд на один болевый 5 секунд на другой я там минуты 2 уделял на ребенок и сделал в общем таком числе там четыре-пять боли если я не ошибаюсь пишет человек терпеливый был не скажу что он технически все же видели это терпел ты выигрывал спору нет выигрывал технически я волочи физически я при всем времени к нему во всем было лучше единственное в чем он получит от его терпение соберите суд на победителей не судят как говорится если мое я же такое на приколе войны просто на еще я же после этого я полностью так скажем кардинально изменил себя ваши эти слова ты ментально немного подломился после боя расскажи про этот момент какие-то мысли были вот тут этот ментальность твоя меня интересует тем более ты еще молодой в таком возрасте это ты вообще молодец что в принципе я загонялся просто по поводу результата такого немножко я все знали просто что я могу этот я был фаворитом я просто тоже в голове понимал что я выиграл я как то в этом бою уверен в себе я еще нигде я думал что я 5 секунд его сделаю 5 секунд я же так еще на приколе был первый раунд любого завершила первого любого я там шесть боев первый раунд любого я боюсь наши боицы я вот так ходил даже не тренировался я шесть боев сделал в GFC не перед одним этим боем я тренировку не сделал что ты понимал какой главный урок ты извлек тренироваться больше надо надо готовиться надо профессионально к боям относиться максимально профессионально вот ты человек вот ты спортсмен ты видишь что есть кто-то лучше тебя подойди к нему и задай ему очень много ты должен ему очень много вопросов задать если тебе ты думаешь что тебе вроде ничего не приходит в голову в один прекрасный день ты что-то осознаешь и что-то это как в начальных классах книги читаешь биологии там все учишь географию учишь и спустя время ты же уже в голове в голове у тебя это вырабатывается аккуратно с возрастом это вот так работает также и в этом спорте период ты помнишь что-то опять же про этот бой хочу спросить тебя вот ты проиграл тебе как у тяжело-то было что-то там может там долго ты загонялся долго ты думал блин да чёшь два месяца два месяца я вот я не занимался занимался я после двух месяцев осознал что надо да что ты два месяца делал как это как это выглядит эмоционально хотел другим что-то заняться в моменте вот так искал что-то другое но я знал что я не уйду в любом случае от спорта это это завицы люди зависимы от этого от боя от спорта на эмоциях в голове думаешь буду заниматься надо но так как тут походил по дворам гулял с кем-то общался или под у реки сидел и грустил просто есть есть моменты здесь бои где ты понимаешь что тебе тяжело будет но ты ты все подрался и ты думаешь о я на характер подрался мне по кайфу и что ты с таким хорошим таким этим уходишь домой с настроением а у меня как было я же не мог начать то что он выиграет меня в этом бою и когда это случилось я у меня было в голове а что же думает другой человек как же на это другой человек смотрит и первый человек который я думал это мой отец был это я позвонил отцу я сказал вот так хреново сегодня день получился он сказал ничего тебя он не первый раз просто извлекись из этого уроки все следующий раз ты выиграешь этот следующий раз просто на следующий не хотел мне через эти два месяца я на следующий не хотел выйти и просто ну да понятно что я лучше а на следующий день ты был готов выйти да но не вариант было да не вариант но видишь а интересно мне он потом хотел с тобой реваншироваться не реваншируется мы с ним короче так скажем на связку поймали с ним с кочеве сергеем с тренером они мне после этого брат я даже вот видишь я знаешь как нам получилось мы же как враги были с мансуром там кочеве сергей тренер я если один человек для меня враг значит его окружение для меня враги я так на это смотрел после этого когда у меня от всей души и сердце позвал к себе взял я приехал туда они меня настолько бомбу приняли что вот я понял то что надо с этим человеком остаться у меня там еще поможет у него нету такой темы что надо где-то от себя гордо высокомерно показать разве ученик не выиграл он максимально он как он меня как за своего ученика принял там также до мир меня как за своего одноклубника принял также и мансур они меня максимально просто я же говорю я ехал я когда летел туда в екатеринбург я думал сейчас там будет как я там соперник они ко мне внимание не уделять так не будет они не максимально с учеткой завалит после этого позвали ты прям поехал я после этого я я на следующий бой я позвал тренера сказал вы можете просекундировать а у меня же этот такой момент был что я без тренера у меня есть здесь хасоверте тренер абдулла выезжал я я последний раз когда уехал отсюда с хасоверта именно с его зала абдулле сказал что я в манаповский зал хочу ходить и манаповский зал поехал коучи после этого я так приезжаю дал меня было нормально принимает зовет зал вроде смотрю обид нету нормально было понимаю что надо двигаться молодой пацан должен двигаться он просто может немного ошибиться не хочет в этом моменте в этом такой моменте и поэтому отпустил меня в магомедовский зал дальше больше то есть реванш то есть уже даже не оговариваются вообще ну не будет не как как когда я это неуважительно будет к моему тренирую прикольно это неуважительно будет к одноклубнику я сейчас в том зале учусь но я тренируюсь там я же вот не нужно если я понимаю что мне нужно набрать хотя все все о Дагестане думают если я понимаю что мне нужно набрать я смотрю только в ту сторону за Дагестан почему-то я не знаю я так может из окружения может но имеется в том смысле что здесь зал я вне тяжело пойти за у меня там вытягивают тут вытягивают тем более все весь этот хайп вокруг меня кто-то хочет там не угодит так скажем ну да ты понимаешь это да и набиться я принимаю не у меня есть кинты с первого с пятого класса я с ними двигаюсь может быть я сам не особо разобрался в этом есть такая есть такой момент что ты будешь смотреть на них уже с другой стороны что они возможно тебя что-то хотят ты это мишу да я конкретно не могу понять кто до тебя за выгоды я понимаю что за книга выгоды и по любому если как не которая сможет разобраться чтобы я столько с радостью я понимаю что есть такой человек вокруг меня который максимально мне просто поможет хорошо это именно моем окружении в спорте мне хочешь максимально помощи не чуточку даже не завидует моим завидует только в хорошем смысле хочет того же самого добиться и идет со мной вместе к этой цели также он кочево там все спортсмены я со спортсменами только хочу дружить и такими как сказать спортсмены они бывают максимально в режиме не гуляющий не гуляющий и ты также хочешь чтобы не отлегался больше времени спортсмены больше времени еще религии уделяют и с ними очень ну мне легко бывает со спортсменами а если человек не в спорте ничем не занимается и гуляющий такой мне что с него брать он с меня будет выжимать а не я с него понимаешь а если такая взаимовыгода 50 на 50 где ты ему помогаешь он тебе помогает тут она именно и надо двигаться с таким человеком ну чё чемпион приветствую тебя ты как будто заново решил школу давай петлю сразу чтобы твои умные речи ручные толкать уже поговорить сегодня я на ходу все устали когда здесь был последний раз я даже если честно не помню я до 10 здесь был даже 10 классом два-три месяца еще 17-18 учебный год на восемнадцатом закончилась и помните да здесь до сих пор конечно помню фотографии у нас там внутри еще и самое главное есть и спортсмены которые знают и учителя помнят учителя начальник классов учителя старших классов есть которые непосредственно сегодня работает и класса руководитель и одноклассницы здесь работают у нас так что что помните о нем гиперактивности во всем задавки были по моему еще тогда так что его активность и самое главное ученик был воспитываю да я хочу благодарны спасибо сказать родителям папе забита и маме мадине то что он его старший брат младший и сестра который у нас учится в восьмом классе их не спасибо родителям за его воспитание хорошее слово на самом деле за воспитание будет он олимпийский будет он чемпиона будет зато воспитанного того любой ситуации быть человеком и гимназий номер два учителя все все как говорится воспитание дома ему внедрили к пицца учебный процесс он был сам у нас и вот пожалуйста сегодняшний показывать себя в хорошая презентация отлично вообще презентовали а у вас там ждут эти дети может калидорчик все пойдемте я вообще сначала вот этот вернулся в школу на уроке тебя не отличный но так нормально вообще бомба смотри пусть полно будет так кто у нас гостя вы его знаете фото подобрали фото подобрали и самое главное вот смотрите вот эта злость та сила тот дух который да невидимый который внутри присутствует у спортсмена а так мы отразили чтобы видели зале мы предоставляем слово вам обе вот эти все учащиеся занимаются тренируются давайте поаплодируем еще раз просто хотел попросить всех кто научится у вас в школе чтобы на второй план но учебного споль на то что школу касается не ставили мне вот например спорте понадобилось то что я в школе проходил мне это очень сильно понадобилось сегодня у детишек лафа школа у них отменяется приехал чемпион пойдемте блин как я их понимаю тоже бы когда в школе учился 2 и сегодня у нас такой сокращенные уроки и теперь его еще больше вот да-да-да 2005 году я был крайне раз в школе сегодня поднятие флага под гимн российской федерации будет поднимать флаг наш чемпион наби наби выпускник гимназии номер два имени сайтеева и все которые стоят будут смену под гимны это все спортсмены спортсмены которые ходят разные секции и бокс и борьба и смешанное единоборство и футбол разные ребята которые спортивной форме сегодня встречали приветствовали нашего чемпиона мы рады сегодня видеть его и мы рады будет что он сегодня будет поднимать и для нас это огромная честь и радость что наби сегодня будет поднимать флаг а вы директор школы я директор гимназии номер два имени сайтеева хайдарбиев халид саладеевич вы так заправляете здесь им направо налево не так вас слушают вообще круто то есть ученики вас слушают это у меня этот заучи и учителя и класса руководителя хорошие а я просто так как говорится основе бывало какие такие ситуации которые вы помните интересно там может вспомните то что касается снаби то что сегодня достиг такого результата мы все очень рады все гимназии тысячи семьсот пятьдесят девять детей 100 учителей они все его знают весь наш поселок знает и когда последнего защита было все это было все радовались смотрели то есть это касающийся именно в учебном процессе мне как он запомнился да с начальника начиная с начальной класса по девятый класс его он был активно это мало гиперактивный был еще хулиганил ну вот эти хулиганил как вам сказать в положительную сторону за не 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 отрицательные почему потому что эти ребята начиная набить два брата сестра от родителей получили хорошее воспитание если родители от родителя получают хорошее воспитание этот ребенок знает как себя вести не опаздывать внешний вид принадлежности как себя вести на уроках как себе сена перемене вот этот всего он инструктажом с детства от родителей получил и как-то во всех спортивных мероприятиях он участвовал наши гимназии активностью проявлял да и в этом предметных олимпиадам участвовал нас да да все эти моменты кино были не хулиган активного везде видимо видимо спортивная вот это жил когда вот это все равно как-то все это бегал во дворе гимназии бегал во дворе гимназии занимался спортзале но на уроках он не прыгал не бегал не хулиганил все самое главное так руки с кармана ровненько по линии стали руки отпустили спина прямая давайте похлопаем вот будете учиться будете заниматься будете как даби набию воспитанным патриотом трудолю трудоголиком можно сказать своей работе именно в спорте где бы не был говорит про свою гимназию про свой поселок балюрт вы видели одном из видео было сказал я житель поселка балюрт не каждый говорит это хоть хасавюрт но житель поселка балюрт он сказал вот он является патриотом своей гимназии поселка балюрт хасавюрта дагестана и россии молодец мы тебя рады еще раз видеть еще раз поздравляем я желаю крепкого крепкого здоровья ты был очень воспитанным хорошим мальчиком спокойным начальник школе конечно вот и нормально учился но больше любил спорт он спокойно был пока 1 4 классе даже пока он ходить он только в спортивной секции начал ходить и спокойно был но когда он уже начинал набирать обороты за время обучения конечно он показал хорошие результаты если мы школу деньги захотим и твои эти все эти моменты мы можем продать тебе сегодня очень приятно что наши гости приехали и уважили тебя и нас и приехали именно снимать тебя далека приехали так что маленький кусочек наверное вы когда будете там это все делать чуть-чуть про нашу гимназию покажете в дагестане что нужно вот это шампура там ложек туда 100 моменты отцу очень понравится мы если были бы меценатами побольше но мы гимназия школа все хотели просто с нашей эмблемой гимназии вот такой подарить вам спасибо 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 ну реально всё круто очень атмосфера у вас в школе очень отличная а вы как директор здесь конкретно всех заряжаете мотивация заправляете супер директор после этого фильма у школы появится вторая звезда здесь в комментариях они сейчас смотрят я вас уверяю про вас комментариев здесь будет очень много они уже есть потому что вы дико заряжаете здесь учеников я вот смотрю эту атмосферу проникся я давно был в школе в 2005 году последний раз был в школе в кабинете ну как все наверное не такой активная было нормально вот это директор конечно бомба но я не знаю как конечно вы когда к вам сюда приходит уже проказники хулиганы активные не хулиганы активные не вам интересно посмотреть как как вы без камеры нормально бывает нормально в коридоре камеры просто я рад за твои родители сегодня столько родителей у меня здесь я я говорю ребята поажды получена оценка вами говорю это болеть не будут ваши родители но если учитель или классовый учитель вы здесь хулиганите и они будут звонить вашим родителям вот тогда с того момента начинается болезнь ваших родителей говорю и ведите себя нормально ученики по своим моментам ученик сегодня твердую тройку должен получить четыре пять он будет получать твердую тройку учать почему твердую тройку получит он получит он сможет поступить в колледж то есть те знания у него буду получить поступить в колледж потом вуз и быть человеком любой ситуации я хочу поблагодарить сегодня наших гостей с москвы нашего чемпиона сказать огромное спасибо удачи вам спасибо то что вы отправляете как говорится заправляете правильный путь и помогайте ему давайте поблагодарим я чего подарить на ноги подавили но нашим гостям сашей время от меня директора улицы москвы так здесь энциклопедия московская а это мы нашему оператору спасибо спасибо так кстати да фото сделаем наши и все наби чемпион чемпион чего хардкорер камера мотора поехали махачкала дагестан 2024 приветствую ярослав приветствую сюда слава пора тебя познакомить с нашей аудитории как говорится чтоб ты рассказал вообще про новин обиева немногие знают но сегодня узнает все как это был путь пройден кем был пройден и вообще что будет дальше ярослав расскажи вообще вкратце кто ты для зрителей какое отношение ты имеешь вообще канабе но я от твою аудиторию более-менее знаком но теперь вызову их со мной получается его зовут ярослав я директор первого промоушена для юниоров так как принято говорить президент промоушена мы создали его уже четыре года назад со старшим братом идеология наша заключается в том то что мы отбираем пацанов талантливых упертых те кто именно хочет свою жизнь связать со спортом который с детства в спорте отбираем их с 12 лет даем им поединке естественно это официально все то есть это не детские бои это спортивные мероприятия и ведем их дальнейшую в карьере ну прокладываем в путь в профессиональную карьеру делаем для них турниры от с 12 лет до 20 и самых так скажем ярких парней мы подписываем себе на менеджмент и проводим их в мир профессионального мм ну вот как с нами случилось он получается залетел в гран-при почти выиграл гран-при но проявил себя ярко и вы сейчас его уже сделали чемпионом хардкора за три недели ну как не вы выдали ему путь а он своим совместная работа да то есть менеджмент и спортсмен это одно целое как вообще тебе пришла идея четыре года назад создать gfc прайд который сейчас называется хороший вопрос на самом деле я лежал на кровать и смотрел паблик best of mma вконтакте раньше он был очень популярный а меня не было ни в одной соцсети у меня было только несколько пабликов от best of best of mma и my life is a mama и я смотрел там новости каждые пять минут я не пропускал ни одной новости я знал все абсолютно о всех бойцах юси когда они кушают сколько они весят какие у них проблемы когда у них бой кто победил кто чемпион то есть я мог перечислить весь топ-10 любого дивизиона и и на тот момент мой друг мне говорит ярослав ты с этим должен что-то сделать с этой информацией но нельзя просто так ты знаешь много но просто сидишь там на диване да и смотрю и читаешь новости меня как осенило я такой думаю так у меня же есть младшие братья а вот эти эмоции когда ты приходишь на детские юношеские соревнования поболеть за своего близкого до наверняка испытывал то есть это ни с чем не сравнимо и да когда это еще твой брат захватывает дух от этих соревнований и я подумал я же не один такой то есть есть родители до которые приходят на соревнования и у них эти эмоции ябану почему бы не сделать что-то для юны для юниоров такое как делают профессионалы как-то это совместить почему именно для юниором что меня были младшие братья только поэтому да да конечно они дали ты же знаешь моего младшего брата спарринговался вот и как раз помнишь какой был на эмоции кто да я же кричал там вот эти моменты ну и опять же вспоминая вот эти эмоции которые мне дарили мои младшие братья мой младший который трилл среднего уровня и самый младший я подумал давайте сделаем что-то для детей как раз таки но на уровне профессионалов я тогда бы отдыхал я был не в россии прилетел в россии первым делом начал этим заниматься на тот момент у меня не было ни одного друга профессионального спортсмена даже знакомого а вот один знакомый был я думаю так с чего начать я думаю так наверное нужно снять фильмы про спортсменов вот и нужна камера денег особо не было так какие-то я звоню другу беру у нее камеру фотоаппарат я сам сниму приезжаю в зал к спортсмену к бойцам но это любительский то есть там не было просто спортсмен и думаю так мне нужен дэвид самуэль может помнишь такого у нас есть парнишка чемпион он еще похож на джон джонса вот его фотка бам а вот сколько джон джонс вам похожи согласитесь ну и что тогда уже на комар усмана на всех короче нигерийцев да но он родился в россии он русский отец у меня нигерийц вот а я его знаю с 12 лет так как мой младший брат с ним в свое время дрался а его тренер это мой хороший друг или сергеевич хохлов я приехал в зал говорю илюх мне нужен дэвид ему как раз было 18 лет я сниму его на фотоаппарат начал снимать и понимать ну смотрю видео и понимаю что нет снимать я не умею мне нужен кто-то профессионал нахожу оператора мы начинаем снимать фильмы снимаем про дэвида как раз таки про моего младшего брата который на тот момент уже бросил бои я его вернул потому что были мне нужна твоя помощь мне нужны спортсмены как раз я искал первый турнир был 18 лет ребята 18-20 и только в одной весовой категории было пять поединков с ли не ошибаюсь в 70 килограмм тогда как раз они столько веселее ну и брат вернулся начал тренироваться я снял про брата про дэвида и про ваню сизы был такой спортсменами и вот с этими видео я понимал что мне нужен инвестор я начал искать в поисках встреч людям начал предлагать говорить мне такого нету и это будет первый в мире юниорский промоушен одна встреча неудачная вторая и на третью встрече ты не поверишь да вот мы сидели с человеком за столом разговаривали говорю а вот знаете у нас то есть такая идея сделать детский промоушен и он так заинтересовался за что им большое спасибо привет был артур наш товарищ да он вложился и мы сделали первый турнир в котором был ведущий камил гаджиев мага исмаилов там минеев с мага исмаиловым встретились после первого своего поединка это первая встреча после первого поединка уже нормальный там финансы были значит раз всех позвали ты знаешь все пришли бесплатно да ладно на тот момент все пришли бесплатно до 4 года назад а кого они знали что они пришли бесплатно азамата бастанова как был знаком это тоже интересная история когда снимал ваню сизых я пришел в клуб эволв он был оттуда и я эльфа тут хозяин клуба начинаю рассказывать про промоушен а я на тот момент вы должны понимать что я как бы смотрел информацию про юфси но я не знал как организовать поединки я до конца даже не мог сформулировать свою мысль я просто хотел сделать что-то для юниоров что-то большое я пытался эльфа такой сидит я помню как сегодня дала спортсмен есть дадим а может не рассказывать а рядом стояла за мат бастанов у них были съемки по моему на спор 24 в этот момент он стоял так мне внимательно слушал год молодой человек я не ошибаюсь вы хотите сделать промоушен для юниоров я говорю да да конечно у меня горели очень сильно глазок вы с ума сошли верит я это же у нас профессиональный промоушен не выживают детскую это точно провал игры вы ничего не понимаете кто я я за бастанов где-то я вас видел я бы смотрел я знал все про юфси но я не не следил за российскими лигами я понимаю что если сейси и себе на тот момент по моему элисей и файт найт тогда был еще не и потом как с азаматом получил мы обменялись контактами он говорит я могу тебя свести с камил гаджи вот я говорю это было бы для меня большая встреча я понимаешь да только-только пришел в эволф не у меня нет ни одного друга из мира единоборств азамат бастанов меня и так понял денег не особо есть да не особо было денег не скрою был миллион рублей да я почему спрашивали такие подробности потому что ты сейчас сказал что с дивана у тебя зародилась идея вот я хочу раскрыть людям как вообще бывает что с дивана зарождаются идеи можно чего-то добиться как найти инвесторов кого-то еще найти просто нужно делать то есть если зародилась мечта нужно к ней идти постоянно идти не дозавать назад было же очень много неудачных встреч на меня я больше всего скажу все смеялись ну даже друзья когда я приходил парни я по его когда к нам зал фотоаппарат гри парни поехали со мной мне нужно там помочь я буду снимать фильм все смелись гидалан ярко езжай все понимали что я облажаюсь но когда я облажался я понял что нужен сразу профессионал я нашел человек кто мне снимет эти фильмы я понимаю что с фильмами мне будет проще найти инвестор потому что буду показывать а тогда фильмы особо никто не снимал про спортсмен я раскрывал там где он живет ну такие моменты эти фильмы тоже ставить ну и так дальше у нас линия сюжета за за матом бастановым обменили номерами до меня с номерами созвонились у меня и вправду свел с камилу гаджи его тоже была интересная встреча камин говорит а сколько у тебя денег не такой сижу миллион рублей он имел сколько что ты хочешь на миллион рублей естественно турнир обошелся больше в несколько раз больше но инвестор дальше инвестировал но это было громко на самом деле для любительского спорта для любительских для любительских единоборств это было большое событие был полный зал полный крылья советов там был никита крылов там был камил гаджиев мага смелых минеев махно и ну еще были ребята сейчас не вспомнил если честно все четыре года все были бесплатно да да все пришли за идею понравилась им эта идея да да просто из-за идеи должна за мат попросил и а мы с ним так хорошо плотно сдружились на самом деле вот эта история первого турнира ну а потом пошел второй турнир что вы понимали мы первые кто в россии сделали ppv во первых мы подписались на и и второй турнир прошел прямая трансляция была на и мы делали платные трансляции по 150 рублей и собрали полторы тысячи платных это ты так сам суетился находил вариант это или все куда вот эта идея в голову шли с дивана с дивана началось а когда это уже завелось когда я понял что потрачен не один миллион рублей останавливаться нельзя и нужно срочно набирать обороты искать еще и две ну и инвесторов спонсоров движение я понимал что так нужно как-то отбивать связался с домашним кинотеатрами и вы мне сразу ответила мы как раз открываем спорт игру как мы можем совместно зарабатывать типа я думаю они дадут денег нет ну давайте попробуем платный трансляции и вот мы попробуем платный трансляции много не заработали то есть это получается на трансляции было полторы тысячи человек по 150 рублей блин это же все равно круто это 200 и чем-то тысяч да на небольшие деньги но в любом случае это были они такие первые заработанные было очень приятно после второго турнира но это было неизбежно у всех был карантин и мы естественно нам было очень сложно и наш инвестор у него появились проблемы с бизнесом и нам пришлось расходиться и джейси опять было на спаде на огромном то есть если честно я даже думал мы закроемся тоже не хватало финансов но я также не опускал руки сидя дома в карантин на диване на диване думал об этом думал думал и наш общий с тобой товарищ это скрыта жени одиссея я в очередном разгон и каждый день с ним направляют разговаривали придумывали какие-то темы в моменте мы на очередном разговоре он говорит а давай может съездим к максиму генчу каганского игру давай попробуем мы туда поехали не только с этим вопросом но на этом вопросе мы так скажем и сошлись ему очень понравилась идея gfc pride gfc на тот момент и мы сделали совместный бренд gfc pride и максим евгеньевич зашел к к нам учредителям и gfc pride заиграл новыми красками это также можно увидеть на видео на ю тубе да то есть какие были турниры какие стали после прихода максим евгеньевич ноби расскажи вообще про свое детство как ты его вспоминаешь вот прям самое раннее детство и конечно же интересно кем были твои родители и чем они занимались мое самое раннее детство я вспоминаю так как мои родители мне помогали максимально все что можно было вложить меня все вложили мой отец в первую очередь у меня же все детство можно сказать я раз я там все может кто мало знает я там 7 лет начал заниматься спортом в общем да еще до 7 лет я еще где-то как-то гимнастику тоже меня отправляли а гимнастикой гимнастикой занимался далее уже вольная борьба и 7 лет начал заниматься отец меня поддерживал мать тоже с отцом вместе меня поддерживали отец мне даже вот личного водителя нанимал чтобы я чтобы этот водитель меня отвозил до зала и обратно ждал меня и обратно а на гимнастику чая идея была а гимнастику это везде так это любого спортсмена это и так понятно либо начинается с гимнастики да да все должно начинаться с гимнастикой в любом случае слушай а ты говоришь отец тебе водителя нанимал а кем вообще родители работали чем жили чем занимались отец он сотрудник полиции дпс работает и горы у нас городе мать она тоже доктор вай она медсестра короче короче отец тебе наверно машину наряд полицию вызывал тебе отвозили и такие моменты тоже бывали без отца у меня в городе знаешь как не было никогда не с одним там сотрудником полиции каких-то проблем или каких-то проблем у меня в своем городе мне никогда такого не было даже если что-то могло наподобие такого случится там уже резко предпринимались так скажем но такие меры меня отец резко услыхал такие моменты так как отец он же сам тоже сотрудник у всех бывает часто там полиция сотрудники полиции останавливает и какие-то может там непонятки могут получиться и в таких случаях отец меня успокаивал и есть моменты где например машину водить мне только 18 лет отец разрешил я только 18 лет начал ездить там есть свое ровно ровно так скажем по законам меня отец а ты в одном интервью рассказывал то что тебя не хватало денег и тебе приходилось с моментами воровать маленьким расскажи за эту ситуацию не воровать тоже чё это подкрадываться не это не потом знаешь какие моменты были по молодости мог немного сглупить там как-то перед кентами может даже мафию поиграть вот я чё-то нам своровал а что было что-что приходил вот так наглый магазин зайти там что-то забрать и уйти а это молодой был мне там 10 лет 10 в 10 ну а что ты можешь вспомнить ситуацию все так хулиганит любил это все было по-любому разное но это весь милости момент но на сегодняшний день я это в любом случае это 10 лет я буду так напрягся ситуацию мой вспомнить с десяти лет что приход пришлось украсть там банан яблоко я не знаю что там жвачки ворвал зайти если покушать хотел могла покушать возможность была в любом случае у меня я не скажу что я прям там бедно жил мы просто на родителей с нуля поднялись мы как сказать владелец у меня родители небогатый и они из богатой семьи просто так же как и моих родителей родители по дня familia то же и мои родители смотрели что такой момент мой где ты можешь залиться в богатой семье у меня criar соль и сами себя сделали и мы даже помню вот по детству мне родители рассказывали что мы из квартиры в квартиру только так перебирали, чтобы как-то, как-то себя, ну, как-то раскачивать, раскручивать, чтобы были возможности для меня, для детей. У меня же старший брат еще есть. Чтобы старший брат, чтобы после старшего брата, чтобы мне там плохо не было где-то как-то, чтобы я в чем-то, не было такого, что я там в чем-то нуждаться, хочу, ну, при нужде там где-то в чем-то, если я хочу нуждаться, в таких случаях родители все делали. В банк шли, все оставляли там и помогали. А не скажу, что мои родители богатые. Все знают среднюю зарплату сотрудника и среднюю зарплату человека, медсестры. Все знают, поэтому я не скажу, что из богатой семьи. А тебя в детстве вообще наказывали? Такие ситуации были? Как вообще ругали, наказывали? За то, что хулиганил, моментами родителей ругали. Словесно только? Словесно могли, да. Где надо предпринять меры, там отец предпринимал меры. Было, да? Я рад, что так было. Друзья, давай вспомним, мне интересно, как тебе отец? Я мог бы избалованным человеком. Я в возрасте, и вот сейчас, на сегодняшний день, я был бы очень избалованным. И где-то как-то мог бы накасать еще больше. А вспомни ситуацию, как тебе отец самое жесткое наказал. Ну, чем, может, там, не знаю, плетка, выбивалка, ремень, чем такое было? Нет, такого не было. Чисто руки? Не руки даже, просто ударить мог. Ты что, дурачок, успокойся, сказал, говорил вот так и был, короче. Ну, я образно говорю, как я могу так поругать, тоже. Так же мой отец меня, у всех, вот как у всех бывает, там могут поругать, ударить, там, успокоить, чтобы успокоился. Вот так же долго, да. Я думал, сейчас ты расскажешь, там, мне плеткой рубали. Да нет, такого не было. Отец у меня не такой, что злой, он очень добрый, очень скромный. И такого я не помню. А сейчас чем родители занимаются? Родители так же, отец работает. Работает где? Да, но сотрудником. А, до сих пор работает, да? Ничего себе. Мать, она уволилась с работы. Ну, я об этом уже в одном из интервью говорил, потому что мать уволилась. Она сейчас не работает и не работоспособная женщина, короче. Я помогаю матери. Когда у меня не было денег, когда я не мог двигаться, когда я был не при бабках, так скажем, мне мать помогала. Мать могла свою зарплату мне, короче, на меня. Сейчас я на свою зарплату на мать, короче, перечисал полностью. Сейчас моя мама живет на мои деньги, скажем. Даже не на мои, на общие деньги. Теперь они наши деньги. Наби, а в детстве ты кем мечтал стать? Ну, только сейчас ты по-любому скажешь, там, боец, спорт. А в самом раннем детстве, может, ты мечтал, там, какие-то космонавт, там? Трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. У тебя сразу с детства было понятие? Я даю бумажку, но уже по школе она еще осталась. Это у всех, в каждой школе, может, такое даже и было. Даю бумажку, кем ты хочешь в будущем стать. Это в школьных таких годах. В самом начале, да? Да, в начальных классах. Я написал, как я помню, трехкратный олимпийский чемпион. Хотел стать, ну, я же тогда вольной борьбой занимался, и амбиции такие были. Хотел по вольной, короче, двигаться. А родители тебя кем видели? Было такое, что они там... Отец думал, отец видел меня, ну, чемпионом, олимпийским чемпионом по вольной. Тоже спорт. Он очень сильно любит вольную борьбу, и он очень сильно хотел, чтобы я стал олимпийским чемпионом по вольной. А мама? Мать хотела, не знаю, я не помню. Может, тоже поддерживала интерес отца. Расскажи, как ты вообще пришел в спорт? С какого возраста? Ну, ты сказал, гимнастика, да, там, самого раннего. А ты прям сам хотел? Танцевали, на танцы тоже ходил. А, на танцы тоже ходил? Серьезно? Да, танцевали. Когда? Прям, сколько лет было? На летних каникулах меня могли там на три месяца, каждое утро туда обратить. Это ты сам хотел или тебе просто родитель? Отец. А что за танцы были? Наши, вот, изгинка. Да, народные танцы. Офигеть. Ничего себе. И что, как-то покайфу было? Если здесь, если здесь потанцевать нужно будет, я потанцую. То есть на камне, если что, исполнить можно, да? Нет, нет, танцевать не люблю. Ну, где надо, кто станцуешь, да? Не особо люблю. Я там тоже, у меня, я чуть ли в стойку не становился с этим, кто меня учил. А серьезно? Да, да. Почему? Не любил я танцевать, вообще не любил. И как это выглядело, ты стал в стойку? Он там меня ругал за что-то, там, у него там что-то палка, что-то было. Да, я в стойку становился. И что, он успокаивался? Или танцы там заканчивались? Ну, у нас, он знаешь, как он был, он тоже любил спорт. У нас, если даже мы могли там, короче, общий язык найти, если даже мы могли скинтануться, так скажем, скинтоваться, то у нас только общение было по поводу спорта. Больше не насчет другого, чего мы не общались. А когда насчет чего-то другого вообще не было, это только тогда, когда у меня там поругать мог, что я что-то неправильно, какое-то движение сделал. Все, все одинаково делали, у меня как-то по-другому получалось. Я же говорю, я избранный. Ну, не для танцев. Слушай, а вот ты еще так же рассказывал про школу «Пять сторон света». И, насколько я знаю, мне подсказали, что тебе там запрещали ММА. «Пять сторон света» ММА как тренер, он, видишь, тренер, это же тренер Павуш Санда. И его тренировки там или же турниры, в которых я выступал по ММА, его никак не интересовали. И он хотел больше, чтобы я уделял время Санда. Он хотел вообще, чтобы я чемпионом мира. И в его интересах было, чтобы я стал чемпионом мира Павуш Санда. И там прям против ММА было? Да, он не хотел. Не было. Они поначалу так вообще полностью отрицательно к этому относились. Далее, когда кто-то какие-то условия мог создавать, как-то уже разговор за счет этого ушел, они могли давать разрешение. Если так вплотную войти в разговор, лицом к лицу, да, один на один поговорить, пообщаться, уломать, так скажем, тренера. Он давал добро, короче. А сейчас вообще общение есть с кем-то из них? Да, общаюсь. Ну, вот мне интересно, они сейчас видят, что ты в ММА преуспел, типа, что вот часть говорят. Да. Тренинг недавно виделся, разговаривал, он говорил, что очень рад, что я вот так пошел по этой линии. Значит, это мое, и вот так поддерживает, помогает. Ну, расскажи, как ты вообще в ММА все-таки пришел? И как давно? В плане тренировок я вот там давно, я вот с 13-14 лет тренируюсь. А конкретно выступать я начал только вот, когда в пятом сентябре выступил по боям. Это где там? Один раз выступил, помню я, в 13-14 лет по ММА больше уже не выступал. Далее, когда в школу приехал, там, видишь, я же, как и говорил, там они не разрешали выступать по боям. Из-за этого я вместо боя грэпплинг выиграл. И по грэпплингу выступал, заменял этим грэпплинг выступлениями. И вот так, короче. А в 13 лет, ты, говоришь, выступил по ММА, что за бой? Выиграл, проиграл? Выиграл. Только боролся, больше ничего не делал. Только боролся, даже удар, ни один удар я не выбросил в стойке. Я просто поборол. В 13 лет? Да. А это где, что за соревнования? Это такой турнир был открытый. Чисто в Дагестане, да? Да. Там могли все от 5 лет приходить, да, драться? У нас в городе в Хосеюльте я так поборолся с ним, да. Ну и там три боя было. Последний вопрос, да, я очень запомнил, что он хороший ударный гул. Таец, короче. А ты три боя провел? Три боя провел. Выиграл все? Заборол. Без удара. Без ни одного удара в стойке, короче. Это как Хабиб, да, раньше он боролся, стойка была, офигеть. И что потом, почему? Школу приехал, там не разрешали, вот как я и говорил, выступать. Под конец только давали возможность, я под конец уже начал только выступать. Получается, я два года, я вот два года начал только по боям выступать. И конкретно, вот серьезные мои соревнования начались только в GFC Pride. Слушай, тебя с Хабибом часто сравнивают? Да. Я прощаюсь, слушай, тебя как будто включил на ютубе интервью Хабиба Нурмагомеда, он там с магой и с мамой общается, отвечает. Сейчас слушаю, что ты говоришь. С Хабибом сравнивают часто. А когда начали сравнить, после чего? После первого боя в Hardcore. Первое, как только я в таком масштабном этом оказался, на вот это телевидение, селевая конференция, и тут вот это все пространство, как только я в нем оказался, меня начали с Хабибом сравнивать. Как только я в свет вышел, меня начали с Хабибом сравнивать. Таких очень много, брат. Ты представь, тут мой сосед один, может любой, другого так выскочить, все это, и он хайпанит, он его узнает, им заинтересуется, и здесь, в Дагестане, их очень много, брат, очень много. Смотри, сравниваю тебя с Хабибом, но ранее ты говорил, что тебе нравится Конор. Конор мне, знаешь, в плане чего, в плане какого момента нравится. У меня были моменты, один момент был, даже несколько, все то же самое, что и у Конора. Конор такую работу проделывает, знаешь, в плане чего, в плане состояния своего ментального. Ты представляешь, он столько всего говорит, и выйти на свой бой, после того, что сказать, это очень тяжело. Я даже без матов, без этого всего, я вот даже за грани перехожу, я максимально меру разговариваю, даже мне после этих слов тяжело было. Я вот, как сказать, я вызывающий, я вызывающий. Ты так уверен, я тебя заказали. Я самый разыскиваемый киллер на этой планете. И тебя заказали, и тебя заказали. Просто ставлю на свое место Конора, и я понимаю, то есть, меня на, ну ты понял. Я понял, да, кто на кого без, то неважно, главное, что ты представляешь, что образ чувствует. И я понимаю его состояние, и вот мне это нравится просто. Это человек, ты без того, он так газует на, и выходит с таким состоянием, это нелегко просто. А расскажи, как у тебя появился трэш-ток, как ты решил вообще его делать, и, ну, наверное, переживал, ты не переживал, и вот эта фраза, которую ты говоришь всем, типа, тебя заказали, я самый разыскиваемый киллер, это ты, откуда это вообще взял? Это я вот по детству, молодой был хитман, может, знаешь, такая игра. Просто в моменте она мне на конференции в голову пришла, и я вот так киллер, он же киллер, вот там в черном весе. А и прямо в моменте ты эту речь придумал? Да. То есть, это не заготовлено дома, ты там откуда-то взял? Заготовлено, я опять говорю, у меня заготовлено. Мало ли, мало ли я просто. Поэтому, я вот так хитман у меня в голову. Сидишь, сидишь, мама, хитман сидит. На чём мне на людей смотрю, что ли, вокруг? Они все на суете бывают, они все напрягаются. А ты фильмы, короче, на конференции представляешь? Да, все на напрягах, кто-то вообще разбитый туда приезжает, нечего на них смотреть, что ли? Я вот так посижу, подумаю, в голове осознаю. Я же понимаю, что если что-то я хорошее скажу на конференции, она зайдёт, за счёт этого я хайпую, и ты пристал. Ты приезжаешь на конференцию, у тебя в голове, просто если ты одно слово скажешь, ты хайпанешь, за счёт этого бабки заработаешь. Да, если ещё харизматично скажешь. Да, да, и вот за счёт этого я только об этом, я полностью сфокусировал на себе бываю. Мне не нужно, что вокруг меня происходит. На вершине они же со мной не будут. На вершине будут только, когда они туда попадут, понимаешь? Поэтому. С Хабибом знаком лично? Нет. Никогда не общались, ничего не было? Общаюсь заочно, может, с общими знакомыми. Через общих знакомых как-то? Я с ним не общаюсь, имеется в виду, кто там с ним общается, общие знакомые, спортсмены. С Нурмагомедовского зала я, ну, есть люди, с кем общаюсь. Не совсем понял, ты говоришь через знакомых, это знакомые общаются? А, общими знакомыми общаешься. Да, с Хабибом нет. Ну, Хабиб Вижн. Ты представил, сколько людей вокруг него, как он... Интересно, он вообще знает, что ты есть? Вот мне это больше всего. Ну, раз с общим знакомым есть, может, говорили, мы закидывали, может... Знаю. Ну, я уверен, что ему это он свое сделал, ему это будет неинтересно, ты представил. Я пока в хардкоре, я пока еще не в UFC. Если я в UFC буду, он обо мне может увидеть меня, услышит. А пока я, может, видел, но... Не придал значения. Да, значения это мне придал. Поэтому... Я думаю, он увидит тебя по-любому, узнает. Да, этот, как его... Манапольском, я же тренировался. У меня там в Манапольском зале... Такой момент получился. Они же... У них же нету, они же... Не продвигают своих бойцов хардкора. Они не двигают хардкор, короче, ну, поп-эммай им не нравится. У них, видишь, дисциплина... Кому не нравится, не понял еще раз? В Манапольском зале. А, право такое правило есть? Типа, что... Ну, знаешь, какой момент. Там же все построено на дисциплине. Левые вот эти движения там не нужны. И если туда придет пацан... Вот я пришел туда, я там раскачиваю, что я хардкор... Хардкор по факту. Ну, сейчас базара нет. Хардкор двигается. Хардкор показывается профессиональный уровень. Ну, на чем там все построено? А если ты будешь в UFC, потом придешь к Низаву? Это, ну, я не появлюсь... Я все... Я сейчас на эту тему разговариваю. Это очень много об этом говорит. Я вот сам даже задумывал... Двойные стандарты, получается, как ты указал? Ну, я не знаю, брат. Я не знаю. Я сам тоже задумывался. Может, что-то есть, о чем... Что нам в голову не приходит, что у них сейчас в голове. Такое тоже может быть, да? Может быть. Просто я тоже смирял. В UFC же все то же самое, что и в Хардкоре. И не складывается как-то. Ну, я общался с директором этой школы. Он мне просто перед выбором поставил. Он мне не выгонял, он мне не говорил, иди отсюда. Он мне просто перед выбором поставил. Он мне сказал, ты, если хочешь тренироваться, тренируйся, мы тебя будем двигать. Вот так. И если ты хочешь... Но уходи с Хардкора, типа. Да. Мы тебя будем двигать, уходи с Хардкора. Да. А если ты идешь в Хардкор, уходи от нас, короче. Куда двигать, мне интересно, они будут... Такой вопрос не появлялся или может мне рассказать? Я просто знал, что я не интересен по катанию. Я хочу понять, типа, раз ты рассказал, что, типа, по-по-мо-машников, ну, я так образно говорю, ну, типа, ютубные бойцы, вот, хотя ИСЕ тоже на ютубе, но уже не понимаю, что по-по-мо-машни, по-по-мо-машни, ну, да ладно. Короче, если у них такое есть строгое правило, то, и ты говоришь, они будут двигать, ну, уходи с Хардкора. А куда они двигают, типа, ну, мне интересно узнать. Может, есть какие-то профессиональные лиги, понимаете. Ну, ты не знаешь, так, кто... На то время у них Иглс, Игл и все, по-моему, они... Сейчас, я не знаю, почему-то, почему они сейчас не работают, но у них тогда было Иглс, может, туда хотели... Не, я к чему говорю, я почему выбрал Хардкор. Я пока там никому не интересен, пока я там стану интересен, мне надо самому как-то что-то найти. В любом случае, как я хорошо, как я интересно встал. Я даже в сборной не был там. Я был, ну, в группе, где сборная, где Хабиб, они все требуются, взрослые. И мои места, ну, кто хорош, реально хорош, может так там работать, это... Я был в младшей группе, имеется в виду, вот тех, кто сначала там. И я, как сказать, не было такого, чтобы такое прям внимание. Тренер уделял базару, нет, не скажу, что не уделял внимания, тренер уделял мне внимания. Но всегда же так это бывает, пока ты сам о себе не заявишь, никто на тебя не посмотрит. Ну, конечно, я же поэтому и спрашивал. Я просто, я с отцом же тоже говорил, мне отец сказал, делай, как ты считаешь нужным, я вот так говорил. Я сомневался просто, потому что отец может быть против Хардкора. Он мне сказал, делай, как ты считаешь нужным, а я тебе скажу, да нет. И вот так мы, короче, пошли. А они мне, ну, я там очень много в Манапольском зале бойцов. Ты же знаешь, там очень много Хабиба, родственники, двое родные братья, родные братья, молодые, взрослые, они же выступают. Он же их, им же время должен по факту вилять. А я откуда-то там с Харсурта приезжаю, и чтобы мне уделили время, хотя у него там очень много. Я вот так на это все посмотрел просто. Я подумал, ну, раз так там все работает, я сам буду, короче, в одно, на вершину брать, двигаться. Смотри, про хардкор. Ты, когда попал туда, ты уже понимал, что это, ты смотрел конференции, и сразу ты туда вот влился в том плане, что тебе было комфортно. Или ты пришел на конфу, я не про бои сейчас говорю, я говорю, строго про конфы, где там кипиши бывают, драки, оскорбления. Ну, там постоянно что-то происходит, что-то не происходит. Как тебе вообще было по-первой, ну, типа, сразу ты сообразил, что по-чем? Да, ну, там знаешь, как, там же, ты даже не ожидаешь того, что тебя там кто-то ударит, нежданчик кинет. Там же все хайпануть хотят, у всех, кто туда прибавится, у всех одно. В голове, как я говорю, в голове только одно. Как хайпануть, чтобы заработать бабки на этом. Ну, ты же тоже туда пришел за этим. Да, но я же не пришел там, нежданчик кинет. Ну, это, да, это в другом месте уже. Я пришел просто о себе. Хайпануть, заработать бабки. У меня есть амбиции, я умею разговаривать, я умею драться, и нужно же это в свет выпустить все аккуратно. Я выпустил это в свет. Я пришел туда на конференцию, чтобы все то, что у меня внутри, о чем никто не знает, чтобы все это выпустить в свет. Хардкоры-то, несомненно, поняли и дали мне следующий буржу запрос. Да, ты за три недели стал чемпионом хардкоры. Как будто тебе прям люто ввели. Ну, понятно, что у тебя соперники есть. Я же говорю, это шоу-бизнес, там все так работает. Если ты умеешь разговаривать и драться, как Конор Макгрегор, ты будешь всем интересен. Разговаривать, наверное, как Конор Макгрегор, а драться, наверное, лучше, как Хабиб. Или, знаешь, как, с Хабиба можно, вот, я же говорю, Хабиб это вообще такого, я не знаю, больше я нигде такого найду. Хабиб, он был, знаешь, какой, он умел грамотно изложить свою речь, он изложил свои мысли, он мог грамотно разговорить. И на фоне всего этого выходить еще и драться нормально. Он такой боец был. И драться, ты же знаешь, видишь, как он дрался. Его хайп был, это его рекорд, его разговор, вот это, он там, ну, в плане, там, интеллекта он был очень хорошим. В основном, рекорд его слушал. Да, 29-0. Его же не могли победить, сколько разговаривали. Ты каждый бой выигрываешь, если ты будешь проигрывать, бои тебя уже забудут. Тебе будет казаться, что ты растешь в плане медики, но тебя уже забудут, и не будешь уже интересен людям. А Хабиба, как он каждый бой, все хотели каждый бой, чтобы он там проиграл, проиграл, а он выигрывал, выигрывал, выигрывал. И вот за счет этого хайповал. Еще вопросы есть по твоим подписчикам. Вот, у тебя сейчас сколько в инсте? 120, 130, наверное, почти. 130, и стоишься твои стоят по 67 тысяч в среднем за сутки. Я же еще до хардкора было, расскажу, раскручен, ну, не прям так. Ну, там сколько у тебя до хардкора было? 320, да. 11, 15 где-то. А как ты раскрутил их, 20, 15 тысяч? В GFC. GFC помог, да, подняться. GFC помог мне в плане медейки, в плане боев, они мне давали бои, они мне давали медейки. Ну, видно же, я же, я же, они видели GFC во мне перспективного бойца и давали мне, короче, все, что нужно дать бойцу такому. Не взять его в сторону, откинуть, в сторону взять, оставить в стороне другого, кого-то искать, своего там, например. Реально помочь пацану, разуме, перспективу. Нельзя оставлять, вообще нельзя. Я вот сейчас увижу, какого у него там соседа, если есть какая-то у него перспектива, я его сам потяну. Потом, чтобы брат, он нормально полюбился. Таких очень много теряет, брат, очень много теряет спортсменов, которые такие очень талантливые, очень надаренные. И он не обязательно же, как в хардкоре там, в хардкоре сейчас особо такого нету, они там максимально сохранны, нормально сделают, как в других лигах, в этих побо-машних. Что делают? Все на драках построено, все на этой суете. Ну, конечно, это... Это хайп, это шоу, да, я же, я в этом, я же знаю, я это не отрицаю, но боец может по-другому хайпануть. Хабиб как хайпануть. Я, видишь, просто как Хабиб уже, если я пошел бы как Хабиб, я уже не хайпанул бы. Я просто выбрал, я же говорю, я вошел образ, я нашел образ, за счет которого я могу хайпануть, не переходя к какой-то границе. Близкий тебе образ, ну, то есть по душе. Да, он же мне подошел. Когда подписчики начали у тебя расти, после какого момента? После боя за поезд в Хаткуре, стадионный турнир, когда мне предложили, это же, представлено, 19-летний, по факту, пацанчик, и дают ему за поезд, да, за 26-летним, 6-0 рекорд, без поражения, бойцом. И это же вообще, это уже хайп, я уже до этого начал хайп, а вот как только анонсировали этот бой, я уже до этого... По чуть-чуть прибавлялась. Да, 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 как только я выиграл, у меня уже 50 тысяч, по-моему, 60 тысяч подписчиков. А, после победы полтинник привалился. Сразу, на следующий день, 50, по-моему, до 50 или 50 где-то вот так вещи подняло. Сразу в моменте, я там два видео, два ролика закинул, они почти там 2-3 ляма набрали. Знаешь, какой момент был сейчас, сегодня, если это можно, все эти, короче... Один, я сегодня, вот там в школе же мы были, меня же с поясом, меня же снимают, собрали же всю школу, меня же максимально хорошо приняли, меня же максимально гостеприимно, все четко, вы же в шоке стояли, мы же в шоке стояли, мы же этого не ожидали. Да, я вообще не... И один в комментариях пишет, ну, я в сториз же накинул, один на сториз мне отвечает. И что ты, кого, ты же никто по факту говорит, почему-то тебя вот так встретили. Задел комментарии, честно? Да? Да. Просто я не задел. Чуть-чуть хотя бы внутри. Да, да, задел, знаешь, просто я задел в каком-то смысле, я эту тряпку хочу просто на свое место поставить, он же сгнил бы на родной месте. И ты стал отвечать ему? Я не ответил. Ты прочитал и проигнорировал? Да. Это лучшее решение. Если бы он стал бы на мое место, он сгнил бы, брат, он не вывез бы вот это все же. Он вообще не вывез, он одну из гонков. Ну, чтобы стать на этого места, надо до него дойти, понимаешь? Да. Это тоже укажет, у тебя свое место, да? Много будет, которые говорят, просто я же говорю, поставь доход на секунд 10 на мое место этого человека. Он за эти 10 секунд откинется, брат, он уже полумертвый лежат будет. Поэтому это людям не надо. Зачем обсуждать кого-то, если ты по факту не сможешь сделать то, что этот человек сделал. И завидовать, как сейчас вот пацан мне ответил. Он же завидует по факту, я же чего-то добиваю из жизни. И получилось, меня встретили. Это школа, которую я упоминал, это мой посол, который я упоминал на весь мир, так скажем. И чтобы какой-то фунтик, так скажем, не навкалывался. Не нравится, как ты подбираешь? Ну что ты, я вижу, человек же такой, как ведет себя вот так неприемлемо, да, поэтому неправильно это все равно. Я вот раз ты рассказал, бывает такое, что какой-нибудь кузнечик, фунтик тебе напишет, и ты, типа, начинаешь ему отвечать. Вот это просто в комментариях, либо в личку. Ну, бывает, что тебя бомбит из-за такого подобного. Я не отвечал, я поначалу, когда, до первого боя в Хардкоре, когда в GFC дрался, я отвечал. Меня задевало, я думал, что он, дурак, что ли, здесь. Сейчас увижу себя, ну, дам по башке один. На сегодняшний день, я понимаю, их очень много, брат, ты пока за двумя зайцами же не погонишься. Поэтому пока ты будешь показывать одного там. Слушай, это на самом деле очень сильно и ментально. Я пускай по своей дороге пойду, мне не нужно кому-то там свою силу показывать, превосходство, кого-то там на фрегат ходить. У меня есть дорога, я просто по ней буду идти. Когда я буду уже на вершине, тот же самый вот этот фунтик, о котором я сказал, он мне уже на следующую историю ответит, там, через пару лет, там, образно говоря, в EUCС я буду. Он мне ответит, уже мужчина, брат, я в тебя верю. Вот так же это работает, брат. Простишь этого фунтика за то, что он до этого писал? Нет, смайлик, чапалах, боже, смайлик, чапалах. Наби, Фара, конфликт с Байрой. Что это было? Это же чистейшая постанова. Я посмотрел, как зритель, я не вникал, кто, зачем. Я вот включил, как зритель, смотрю, Фара. Ну, понятное дело, что Фара там, еще и Байра. Это, ну, бабки не ходи, гадалки не ходи, что это постанова. Как ты оказался там? По поводу вот этой ситуации, там, то, что в сети распространялось, я же говорил, что до всего этого, то, что всякие дурачки вот так разговаривают начали, пока я был не в свете, так сказать. Давай конкретику, что за дурачки, что говорили, я просто не понимаю. Фара, вот для меня он дурачок. Да, окей, Фара, что ты говорил? Тупой человек, он для меня, вот, видно же, это же, это же фрик, фрик-человек, он даже не фрик-боец, он фрик-человек. Почему? Ну, твое мнение, твое мнение. Я, как объясню, я как объясню ситуацию, все, все как было. Я был в роли менеджера. Кого? В их бою за Байру, так скажем. Ты был менеджер Байру? Да, да. Не прям я менеджер, я не скажу, что я его менеджер, но я переживал за этот момент, что этот Фара его не кинул, короче. Я вот, я же знаю, я же тоже разбираюсь немного в этой теме. Не кинул на что? Он его развел, очень сильно развел, он Байру обманул. И я не говорю, что Байра во всем прав. Он тоже немного наконечен. Подожди, 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 непонятно ничего. Вот честно, давай с самого начала, вот смотри, что, как было, Байра тебе говорит, там Фара газует. Я услышал за этот бой, я знал этот бой, и Байра мне вот так сказал, вот я с Фарой дерусь, раскачиваем этот бой. Естественно, все понимают, что это была раскрутка, потому что они разговаривали, это же понятно, это тупой человек тоже поймет. И я также тоже это все понимал, воспринимал, но я не был ни на одной их там суете. Я был на подкасте, вот это... Ресторан, кафешка, вы приехали, типа драка. Я там не был, я там не был. А, тебя не было там. Я дома вообще был. Я был на вот этом подкасте, когда у них был подкаст, я там присутствовал. И я был просто в роли менеджера. Я хотел, чтобы этот Байра, он два-три раза он уже так, я ошибаюсь. Не менеджер, просто помогал Байре. Помогал как менеджер. У него не было человека, кто может, у него нет менеджера. Он вот так сам, он думает... То есть ты с организацией за него разговаривал? Да, он думает, он сам одного отлично двигается, у него это хорошо получается. Нет, на самом деле это же, видишь, хорошо видишь, как это получилось. Меня не послушал человек, как у него получилось. Все же через... А когда вот ты увидел это, где в ресторан, залетел на улицу, тут драка... Я сразу позвонил Байре, я вот, я это же не знал. Я ему сразу позвонил, написал, он мне сказал так, раскачиваем бой, в чем проблема. Типа постанова, он тебе признался, что это постанова. Это же понятно, что постанова. Он там мог, там, за меня... То есть у меня были бои посерьезнее, я тебя перебиваю, извините. У меня были... Я просто сходу. Где-то, если он на улице с кем-то зацепится. То есть серьезнее, чем кореец, были у него бои серьезнее, чем... Кому он проиграл последний бой. Не в бою, не в бою. Серьезнее, чем Фара. Вот ты конкретно за постанову на улице в ресторане говоришь, да? Ну да, 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 да. Как ты отреагировал? Типикл, его удары вообще, как он закинулся, вот это. Я не хочу, я не хотел даже вот эту тему обсуждать. Я, если бы хотел к этой теме вернуться, если бы я хотел бы эту тему обсудить, я бы везде на интервью об этом говорил. Но здесь это придется обсудить. Придется, раз к этому вышли. Не просто знаю, что за момент был. Я просто хотел помочь этому человеку. Я ему говорил, Байера, ты фигней занимаешься, ты не по той теме идешь, не по той дороге идешь. Стань профессионалом. Я ему всегда и везде говорю, стань профессионалом. Он мне всегда говорит, набишь, как я хочу сотворить историю, набишь, как я хочу денег заработать, я хочу захватить, так скажем, эту дуню, я хочу на вершину этой игры. Он мне везде это говорит, повторяет. Я ему говорю, будь тогда дисциплинированным, брат. Все, через что я прохожу, чем тяжело мне бывает, я все с этим совсем с боярой делюсь. Я ему говорю, брат, даже когда у них была раскачка, там, игревые вот эти, брат, я ему сказал, это тебе не нужно. Ты раскачивай, как разговариваешь в интернете, раскручивай, да, интерес, зрители должны быть интересные. Но если ты хочешь постановочный сделать, ну не такой же он должен быть, ты там даже не сделал. Если ты хочешь постановочный, если ты хочешь так прям к этому пойти, сделай у себя у одного. Ты только один должен понимать, что ты это все постановочно будешь делать. Он не должен об этом понимать. Тогда это уже не постанова. Да, но вот это же будет лучше выглядеть, чем вот это все, что они сделали. Это неинтересно было зрителям. Все понимали, что это как два ребенка. Чтобы ты понимал, поначалу я вообще думал, что у них все серьезно. Я не знал, что они его так раскачивают. Я думал, что суета вот эта, понял, что на кимчи даже. Мне боярик говорит, я ему сейчас устрою, я ему сейчас больно сделаю, он мне там это сделал, то сделал. Я же пока не догонял, я по ходу дела все это понимал, что у них постанова идет. Я говорю, эй, брат, а я же немного уже по факту, по ходу дела понимаю, что это постанова. Что у меня бояра там разводит, он мне там накидывает. Байра тебе говорила, что ты сначала на серьезке что-то? Да, когда мы поехали даже на подкаст, я ему говорю, Лео, а что он? Я еще видео по поводу этого записывал, я говорю, он что дергается лишний раз? Ну если успокоить надо, закрытый ему рот, мы его закроем, говорю. Он мне говорит, да, да, он очень много раз говорил, сейчас поедем, решим этот вопрос. Смотрю, захожу, на подкаст они обнимаются. Я говорю, бояра, это что за суета, брат, как понятно, обнимается. Этот фара мне тоже подлезал. Набишка, я тебя люблю, ой, ты хорошо дерешься. Ну я же знаю, видно человека. Это после обнимашек он тебе это начал говорить. Он бою обнял сначала, я уже в шоке смотрю на эту ситуацию. Думаю, что за история, что меня получается развели, что ли? Я человеку хотел помочь. И этот фара, короче. О, Набишка, ты же чемпион хардкора Набишка. Помнишь, мы там с тобой эфиры делали? Я тебя люблю, брат. Уважаю и цени. Ты очень хороший поезд, ты очень хороший человек. Ты очень дисциплинированный. Все, брат, то, что тебе даже в голове нет, он мне все там сказал. Я тебе за слова отвечал. У меня вот так потом взял, обнял. Я такой смотрю, я на Байру отвернулся. Я говорю, это что говорю Байру? Он говорит, а там нормально все. Самая хаха, этот фара же увидел то, что я там его оскорблять начал. Ну не матом его клеить, но имеется в виду как личность его оскорблять. Он это все видел, после этого даже он меня обнял. Но видно же, какой человек на самом деле, если ты не будь в интернете таким. Если ты на самом деле такой горшок, так скажем, есть. Ну будь в интернете таким же горшком, не нужно исполнять. Какой-то человек, выйди на свет таким же человеком, какой ты есть. Еще один момент хочу дополнить. Байра его вытянул, ушел в туалет в один момент, прямо в раздевалке перед своим отцом. У него Байра отец еще там был уже на этот бой смотреть, приехал. А я же вижу, что что-то неладное. Я говорю Байра, брат, это некрасиво. Не надо, ты же драться будешь с ним, брат. А зачем вы его вытягивали туда в туалет? Он говорит, да мы там свои обсуждали. Говорит, ничего, нормально все, нависки какие-то. Вышли уже, вот этот Фара его развел. Сейчас в каких отношениях вы с Байрой? Ну, я не так плотно, что общаться не общаемся. Но видно, что у нас разные дороги. Я в боях, я в ММА. Просто я хочу выйти на профессиональный уровень, я хочу выйти на вершину. А у Байры другое в голове сейчас. Будешь еще менеджером чьим-то? Менеджером не буду. Ну, я понял, чему ты это говоришь, что мне не стоило в эту тему влезать. Для этого есть, так скажем, профессионалы. Профессиональные люди, кто может максимально. Я допустил ошибку, мне 20 лет. На будущее, через пару лет я уже это пойму. Все четко будет. Просто Байра немного некрасиво сделал. Даже немного, чуть больше, чем немного. Почему он рядом, я объясню. Почему он рядом со мной. И почему мы с ним общаемся. Он где, вот например, у тебя с кем-то конфликт завязался даже. У тебя, например. И ты стоишь рядом. И ты видишь, что с кем-то конфликт завязался. Их очень много. И ты там можешь не вывезти. И он понимает, что надо аккуратно садочки дать. Есть такие люди, кто понимают, что надо садочки дать оттуда. Или аккуратно сглазить ситуацию. А у Байра, наоборот, он может войти в суету. Такой с характером пацан. Везде газует. Тебе понравилось это? Мне в человеке такой характер понравился. Есть очень много плохое. Но я нашел в нем что-то очень интересное и хорошее. Что должно быть в человеке. В настоящем мужчине должно быть без заднего. Везде газоват, везде двигаться. Не в том смысле, что там кого-то там. Ну, ты как понял. Тем более последние ситуации в жизни какие происходят. Там вся вот эта. Если это можно упоминать, конечно. Там стреляют, людей убивают. Вот это до этого может дойти. Не дай Аллах, конечно. Но это до этого дойдет. Я не в плане того, что нужно везде. Вот суета произошла. Ты должен поехать за брата газа. Есть моменты, где никто не должен грамм приступать. И где вот, например, у меня суета. Байра должен приехать за меня заступился как мой друг. Если он в моем кругу, он должен приехать. Ну, такой-то грыж был, а где-то он проявил себя. Он приехал, да. Вот у меня был момент, где… Без камер, без ничего. Да, без ничего. Серьезная ситуация. Серьезная ситуация. Я могу сказать, что мне вот это не нужно. Вот эти конфликты на улице. Но у всех, у каждого человека в этой жизни есть такой момент, где он… Его на эмоции немного… Эмоции прут. Его выводит сильно на эмоции. И где он должен выйти по-любому. Есть грант, который человек не должен приступать. Из-за этого ты можешь выехать. Мы вот так выехали. Решит этот момент. И по итогу там завязалась, там такая драка. Ну, где Байера себя достойно, короче, показал. Вот с того момента я вот понял, что есть прям такой характер. Вот. Я лучший в истории. Я лучший в истории. Я лучший в истории. У вас ради в две минуты уже есть, если вы по две минуты беретесь. Я лучший в истории. 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 Их так. Вот это мы. Зал. Ногу, ногу, да? И сейчас вообще, как он развивается в плане финансов, то есть уже приносит доход, все нормально или все-таки он... На данный момент, вот ровно год назад, начал приносить. Вот. Так как идея вообще заключалась не просто делать турниры, еще раз повторюсь, а отбирать на них самых лучших и подписывать на менеджерские контракты, да, и вести дальше. Я допустил небольшую ошибку в нашем диалоге. Тогда на турнир, когда первый турнир был, им было по 16 лет. 15-16 была категория, не 18 лет. И вот эти ребята сейчас подросли, им стало 18-19 кому-то, и они начали дебютировать. В проф. Да, в проф. И мы, как менеджеры, начали их вести. И вот как раз с них идет... Ну, процент на заработок, понял. Да, идет первая прибыль как раз-таки. Турниры... Сейчас. Да, он правее. Да, первая прибыль пошла вот как раз-таки с менеджерских процентов от наших дебютантов, так скажем. Их на данный момент у нас 15 подписанных спортсменов, 10 уже дебютировали. Вот. На этот год планируем, во-первых, подписывать еще, вот. А во-вторых, дебютируют наши ребята, кто еще не стартовали. Даже девочку подписали. Это, кстати, по версии Союза ММА лучшая спортсменка года. Да, Диана, при большой вероятности, в хардкоре будет драться в гран-при. А эту девочку вы откуда взяли? Ну, также, она не дралась у нас на турнирах, но, так как у нас есть отборочные или, там, товарищи в залах нам посоветовали, мы подписали. Слушай, прикольно вы придумали, я понимаю систему. Это будут взращивать и молодых, и потом они, бам, уже в профлигах, и уже нормально рубятся, приносят деньги, развиваются. Да, повторюсь, мы ребят берем, которые всю жизнь в спорте, у которых есть цель, спорт, больших достижений. А как вы находите их? Ну, у нас есть отборочные же. У нас же есть, понимаешь, наша идеология, это дать любому шанс. То есть, до того, как организовать большой турнир, у нас есть отборочные, куда может прийти любой желающий. Абсолютно любой желающий, он приходит, и первые три строчки, первые три места в любой весовой мы обязательно отсматриваем. У нас есть менеджер и матчмейкер, это Кирилл Дидикин, он живет этим, вот так вот отсматриваем, потом делаем турниры побольше, туда уже берем с отборочных. Или, например, чемпионов России, если они попали к нам на отборочные, но не успели, еще что-то. И уже на больших турнирах мы видим, как они себя показывают и медийно, и со спортивной стороны, как они работают с камерами. И вот самые, еще раз говорю, самых ярких, самых талантливых подписываем контракт. Слушай, ну расскажи про Наби Набиева, как он вообще попал в GFC, вообще этот контакт, переписок, или вы, может, где-то увидели его, или он сам зашел? Я, на самом деле, помню историю с каждым спортсменом, кто подписан, но с Наби, это особенная история. Он писал в GFC больше всех, ну, на аккаунт в инстаграме, он писал мне больше всех, он просто вот такой напористым брал, и такой немножко наглостью. Я помню его первое сообщение, кстати, могу показать его. И он написал, у меня как раз была запланирована поездка в Дагестан. И я думаю так, парнишка из пяти сторон света, это очень интересная школа, да, с ним нужно обязательно увидеться. Я сделал свои дела в Дагестане, поехал в пять сторон света, познакомился с директором школы, очень мне понравилось, я прям эмоционально зарядился от всей истории пяти сторон света. Ну, естественно, познакомился с Наби, и директор говорит, так, ребята, он собрал всех, говорит, кто будет хорошо учиться и тренироваться, попадет в GFC. Он говорит, а у тебя, Ярослав, есть кто-нибудь на примете? Я говорю, да, вот парнишка Наби, Набиев. Я помню взгляд директора, он говорит, может, еще посмотришь кого-нибудь? Серьезно? Ну, было такое, да, видимо, кто-то просто лучше учился, и за это он хотел ребят продвигать, которые там заслужили образно, да, больше. Но я ни в коем случае не пожалел, Набиев попал на наш первый турнир, и, кстати, на первом же турнире он дрался с Иркином Пратовым. Иркин Пратов сейчас участник гран-при нашего дела, претендент также на пояс, там, в двух шагах он на пояс, и Набиев закончил в первом раунде удушающим. Да, это было очень быстро, мы офигели, думали, ну ладно, может, повезло парню, надо смотреть дальше. И на втором турнире он дрался с Вовой Чеханданским из хардкора, и также в первом раунде выиграл добиванием. Ну, наверное, Вова, там, ударник, да, несмотря на это, давайте, третий бой. Третий бой у нас был турнир совместно с OpenFC в Самаре, там как раз-таки нашим выпускникам уже было по 18 лет, и мы сделали вот турнир 18-20, привезли наших выпускников, привезли им оппонентов, и там на пресс-конференции мы поняли, как Наби уже может прям трэш точить хорошо. Готов карьеру закончить? Сейчас я с ним разговариваю. Мы с ним должны лечать, а не с тобой лечать. Давай я его сдаю в первом раунде, ты мне 100 тысяч даешь. Сравайся. Тогда все обалдели. Вопрос из зала был. Наби, если ты проиграешь, ты закончишь карьеру. Да, Наби говорит, а если я выиграю в первом раунде, ты мне дашь 100 тысяч рублей? Да, и у них был такой спор, в итоге ему 100 тысяч не отдали, а Наби выиграл в первом раунде опять. Прям буквально там 20 секунд, по-моему, прошло. И у нас Наби шел на серии из трех побед в первом раунде. После чего появилось шоу «Стань звездой ММА», которое прошло на телевидении, на телеканале «Удар». Каждый четверг у нас была премьера в прайм-тайм, и Наби шел по гран-при опять. Первый бой у меня в первом раунде досрочка. И потом он встречается опять с Аркином Пратовым, напомню, претендентом на пояс в нашем деле, и выиграет опять в первом раунде. Да, и потом как раз был третий бой с Дамиром. Наби проиграл просто из-за того, что, я так скажу, из десяти боев, мое мнение, что в девяти Наби выиграет. Но он был настолько заряжен победить в первом раунде, потому что этот спор, который был в Самаре, он продолжился и на нашем гран-при. Потому что этот человек, с кем был спор, он присутствовал там. Наби начал его вызывать, а Камил Джиев услышал и говорит, кого ты зовешь? У меня деньги. Да, в чем дело. И Наби говорит, где мои деньги? И Камил говорит, если ты три боя досрочно закончишь, я тебе сто тысяч дам эти, не вопрос. А Наби подумал, что надо в первом раунде закончить. И он сильно газанул. Надо дать должное Дамиру, этот парень с несломимым характером. Вы увидите кадры с этого поединка. Наби делал все возможное. Он заходил за спину, душил, он ломал руку, он только что не делал. И просто оставил всего себя в первом раунде и проиграл. Но я также считаю, что Наби это было полезным, это поражение. После него он как заново родился. А расскажи этот путь его. Я с Наби разговаривал, он говорил, что два месяца он был типа мини-депрессия, даже думал завершить карьеру. И вот мне интересно, твоими глазами вот этот его депрессивный двухмесячный путь. Как он справлялся? Мы максимально поддерживали его. Он прям конкретно хотел реально завершить карьеру или так мысли были просто? У Наби эта мысль уже была еще раньше. Да, еще до GFC. А как он так рвался-рвался и была мысль завершить? Мы когда с ним созванивались, вот у него был момент подписать с нами контракт менеджерский или уйти по военной части. И мы естественно всеми силами говорили, что у тебя все возможности стать хорошим спортсменом. мотивировали его и в принципе пришли к тому, что да, он приехал, мы подписали контракт и начали его прям сильно продвигать. А вот после этого поражения, да, была депрессия, потому что, ну, Наби, он же уникальный по-своему спортсмен, ты же понимаешь. Ты же с ним уже и боролся, да, вот. Его уникальное качество, вот если он до тебя касается рукой, да, все, ты уже у него на глубине, да, он очень чувствительный к борьбе. И он понимает, что он талантливый парень. И поэтому было очень обидно, да, но время оно же лечит. И со временем он естественно понял, что это поражение только сделает его сильнее, о чем я ему постоянно и говорил. И вот посмотри на его возвращение. Да. Он мне звонит и говорит, все, мне пора в профи, мы это сделаем, мы ищем лигу. Хардкор это на данном этапе лучшее место для Наби Набиева, потому что он может там забрать максимум. Хардкор отличная организация для того, чтобы давать медийное, да, для того, чтобы проявлять себя в спортивном плане в таком возрасте, не забываем, что ему 20 лет, да. А позиция на данный момент в ростере, ну, я считаю, ему даже там пока не с кем драться. Подниматься надо, значит? Так он, ну, нужно кого-то вести для него, потому что вот посмотри, кто там есть. Ну, Чуршамбиев, он на поражениях, но это медийный бой, он интересен со стороны медийности. Чиборс, но он после поражения, разгромного откровенно поражения от Наби Набиева, он еще ничего не сделал, чтобы получить реванш. Был самый такой прямой и правильный бой, это с Жуманом. Мы все видели, что произошло с Жуманом в первом раунде. Пока мы ждем хорошего предложения. И повторюсь, мы нацелены на спорт больших достижений, это туда, за границу, я думаю, что UFC. Ну, надо сначала здесь забрать. Да, но нужно здесь забрать все, что можно. Так вот, вы как менеджеры, те, кто его ведут, расскажи насчет поднятия весовой категории. Ты только что сказал, что... А, Вер, ты про весовой. Да, Вер. Я не понял тебя. Ничего страшного, смотри, считай, в его весовой, ну, ему не с кем пока драться. Вот 66, там двойной чемпион, это же... Да, ну смотри, он же не просто в 66, он же еще и в 70. Ну да. Да, он и чемпион. И весит он в межсезоне, я думаю, килограмм под 80. Да, ну, 75-76. Наби же весит 70. Нам нужно все-таки закончить дела в 61, потому что, ну, был забран пояс. Пояс сейчас был утерян, потому что, ну, вес не сделан, хотя все понимают, кто здесь чемпион, да. Нам нужно забрать обратно пояс, хотя бы его раз защитить, и вот думать как раз-таки о втором в 66. Просто это, мне кажется, будет супер бой. Я тоже так считаю. Но незаконченные дела есть пока в 61. Слушай, интересный, конечно, ты путь рассказал, не только Наби, но еще и свой. Особенно то, что ты сидел на диване, у тебя не было никаких связей, никаких денег, у тебя была лишь одна идея. Просто сейчас, я уверен, много людей смотрят, и у них есть идеи в голове. Не обязательно как в спорте, может, как в бизнесе, может, в любом другом деле. И эта история удивительна тем, что ты реально вот просто диванный герой. Диванный зритель. Да, диванный зритель, который просто взял и сделал. И мне хочется, чтобы у людей, у которых есть мотивация, которые хотят что-то сделать, чтобы они просто брали и делали. Я вообще радуюсь любым достижениям. И крутая история, и хотелось бы твое слово для зрителей, и вообще, что дальше будет в Прайде. Спасибо, очень приятно. У нас, на самом деле, на этот год еще больше планов. О, да, к нам в команду, так скажем, напомню, пришел еще один человек. Это Павел Анатольевич Морозов. Вот, он зашел и в GFC, и вместе с ним мы создали команду Acron Fighters под его брендом холдинга. Ну, и в этом году мы хотим сделать 8, ну, минимум 6-8 любительских турниров отборочных, да, на которых мы будем присутствовать и отсматривать спортсменов в команду. Они будут совместно с Союзом. Также мы хотим сделать свои отборочные GFC Pride номерные, да, которые, куда попадут ребята как раз-таки с совместных турниров с Союзом. 2-3 профессиональных турнира, куда попадут ребята уже после отборочных, да, и расширять нашу команду. Она не просто команда, она как и менеджерское агентство работает. И ребята, которые себя проявляют, мы платим зарплату, мы помогаем со сборами, экипировкой, ну, и всем нуждающимся, в принципе, что нужно для спортсменов, для начала его карьеры. Ну, естественно, делаем для них бои. То есть, есть еще такой момент, когда ты менеджер и приходишь в компанию, да, промоутерскую, у тебя наверняка спортсмены уже с каким-то опытом, то есть состоявшиеся, да, и договориться проще. А когда ты заходишь и говоришь, что у тебя дебютанты, это немного сложнее. Но в этом году, в прошедшем, у нас много ребят, да, у нас два чемпионских пояса. В общем, в общем, мы провели 26 профессиональных боев, ни в одном не потерпели поражение, это на всю команду. Завоевали два пояса, вот, и, конечно, карты разложены. Карты разложены в нашу сторону, и нам это будет делать теперь намного проще. Вот, так что планы большие, и еще раз повторюсь, у каждого есть шансы. Путь начинается с GFC Pride. А сначала с дивана, встать. Спасибо, Свет, за то, что снял про наш вопрос. Спасибо тебе. Надеюсь, это не последний, у нас там еще пару претендентов. Да-да, я, кстати, у вас уже подметил, у вас Герард есть. Герард, привет, крутой ты боец. Ну и, конечно же, ваш же Самуэль, это тоже. У меня вот эти два бойца прям приметились, поэтому жду, когда они расцветут. Съезд в Сочи и в Нигерию, да, получается? Вау, вообще в Нигерию с кайфом все еще. Я думаю, Дэвид там еще делал. Так, что у тебя здесь за пояса? Коллекция целая. А от большего кинчера? Это так, по молодости казалось, когда молодой отец меня вот так на все турниры, которые только могут быть там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На все турниры, в принципе, отправлял. Это 10 промоушенов разных. Да, лиги разные. Ну, это молодые, это года два, три. Вот это самое маленькое, вот это что такое? Это, да, это, это, по-моему, даже первый мой турнир. Где, когда, почем? А, нет, нет, нет. А, да, да, это, по-моему, первый турнир, который я был по МАА. Какой маленький пояс? Ты вообще маленький был тогда, да? Да, пацанчиком был. Дальше. А, ну, что, что, ты почем? Расскажи, где это, когда было? Так, вкратце. Это года два-три назад по МАА я выиграл первый раз. Эмоции тоже великолепные были. Очень рад был. Отец тоже присутствовал. А что за промоушен? Где ты его нашел? Это вот так. У нас в Дагестане каждую неделю турнир бывает. А, тут вообще промоушенов больше, чем… Больше, чем квадратных вот этих, как говорят. Больше, чем у нас весь Хасоверджес. Поэтому… Следующее. Первенство Дагестана. Это тоже ММА? Первенство Дагестана. Это я, по-моему, выиграл по ММА, да. 2019 год. Вот сколько лет? Пять лет, да? Пять лет. Шесть лет, получается. Пять лет, да. Пять лет, извиняюсь. Пять лет прошло. Это по грепплингу я вот выступал. Это тоже, по-моему, первый турнир мой. По грепплингу тоже пояса дают? Да. А это где по грепплингу? Тогда знаешь, какой момент был? Тогда только начали вот… Когда я начал успеть, только начали вот так развиваться эти пояса, только начали процедовать. А, вот. Так, дальше мы видим пояс LFC. Карабдахгенти, да, я там… Это тоже в Дагестане? Да. Так. Это уже в Дагестане. Вот это уже… Это тоже фэйк. Повзрослеет пояс. Хаса Юрдриш, Хаса Юрдриш, по двадцатый год уже, да. Это… Что это слово фэк? Фэк… Фэк же, да же это? Мне показалось, что это слово фэйк. Не, фэк. Фэк, да. Fight Eagles Championship. Fighting Eagles Championship, да. Иглз – это Кабиба или… Не, боевые орлы, это вот так переводится. Боевые орлы. Чемпионат. Fighting Eagles Championship. Ну, хорошо. Чемпионат боевых орлов, как понял. Ну, да. И дальше… Тоже в Карабдахгенте. Тоже выиграл. Это тоже… Вот. А, это я в двух версиях, я там… В двух весовых даже драться. Когда не вывозили со мной, я уставал. О, это уже какой красивый пояс. Смотри, блин, другой. Это уже сломан. Прибил ты его, да? Ага. Это же, видишь, я часто вот на этом… На этом турнире… Тоже Eagles, да? Это они уже стали получше пояса потом делать, типа такой вот орёл вот здесь. Да, это, по-моему… Тоже… Это Папа Гратион, чемпионат Москвы. Выиграл. Тоже там есть. И… Это по грейплингу. Free Fighting. Тоже чемпионат мира, что ли, открытый был. Если не ошибаюсь. Да, и здесь тоже был хардкор и все. Да, хардкор. Забрали… Апсет года. Это тебе дали за… Когда ты взял пояс. Да. Открытие года. Суточка. Да, я историю сотворил, короче, вот тоже мне дали. Там дальше тоже S, у меня копки, медали. Вот здесь медали, копки. Ваа, это что за… Открыть тоже… Параллельно с этими медалями, у меня открыты… Сколько их есть? Штук 200? Двести их очень много. Офигеть. Вот тогда я каждую неделю почти дрался. Я подрался… Мог подраться, например, вот сегодня. Мне отец мог сказать, что найди еще следующий турнир на… через неделю. Я вот так искал и дрался. Но ничего не платили, никакого бонуса не было. Там даже 100 рублей не было. Это так, опыт. А ты можешь сказать, что если я сейчас любую, рандомно медаль возьму, и ты вспомнишь, что это было? Да. Давай проверим. Не угадал. Давай, пластмассовая медалька. Это мой брат. Лучший из лучших. Смотри, я достал сразу. Лучший из лучших. Ты не угадал. Это не моя вообще медаль. Не твоя? Нет. Сурхай медаль, это мой старший брат, родной. Смотри, я его вытащил, да? Ты чего не здесь? Я думал, ты другую вытащишь. Угу. Значит, половина не твоих медалей здесь. Нет. Только одна. Два-три только его. Сейчас скажу. Одна единственная здесь. Он по футболу только выступал. Это, по-моему, даже по футболу дали ему. Все, окей, давай сейчас еще ткну я. Давай, давай. Ну ладно, давай вот это. Это то, что ты первый достал. Ой, красивый. Вот это просто не понравилось. Это намерение я вторым стал со счетом в финале 5-5 по грэпплингу. В 17-й год это. В 17-й год в Баку. Пацанчиком был. На 47 килограмм боролся. А украинцу, короче, 5-5 проиграл. Короче, была лига КФЛ в Дагестане. И там, короче, они совместно с его там проводили турнир. И я там дрался, короче. Может, видел с развороту, где она глухо цена выравилась. А, да, видел. Вот. А то там это и было. Да. Вот за эту медаль тоже. Вот то, что там выиграл. А, вот за эту медаль ты дали еще 30 тысяч. Да, бонус за нокаут вечера 30 рублей, короче, заплатили. Вот в файт-клубе, вот, совместно с ним. Так, по кубкам. У тебя их тоже здесь вообще очень много есть. Какой для тебя здесь самый значимый кубок в душе, может? Что-то тебе запомнилось? Вот Спатагиада был хороший турнир. Пауш Сандай. Все думают, что я в стойке. Пауш Сандай. Да, что я типа в стойке не могу драться. Вот я по Сандайу выиграл. Вот я Россию медали. Мне больше запомнился вот этот чемпионат мира. Очень интересно было. Погреблен был. А, Погреблен был. Значит, я его вытащил тоже. Дальше запомнился вот этот Спатагиада по Ушсандай. Чемпионат России по Ушсандай. А почему она тебе запомнилась? Что там такого было? Хорошие бойцы были. Вот. Меня Пятцы Носвета как раз наградили в номинации лучший спортсмен года. Видишь, директор школы Пятцы Носвета Макомаева Гусейн Сагидович Халимбеков. Лучший спортсмен года был по Сандай, чтобы ты понимал. Серьезно такое уровень. Такие... Вот этот... Что за чек? Вот здесь вот. Чек это? Бабки, не? Мир по грэпплингу. А, это просто выиграл, да? Да. Мир по грэпплингу. Открытые, открытые, это не официальные. Что неофициальные? Есть официальные чемпионат мира. Есть такой, который вот с улицы пацан может поехать куда-то в какой-то город, там провести открытый турнир. Типа он официальный, понимаешь? Чемпионат мира. Не, ну пацан с улицы, это тоже как-то звучит. Ну выглядит это так. Вот сейчас я проведу, там чемпионат мира могу назвать свой турнир. Это так, это не официальный. Там нету такого разрешения, видимо, с чего-то. У тебя просто написано, что ты чемпион мира по грэпплингу. Не, я официальный чемпион. Я еще в ВСБ тоже выиграл по грэпплингу. А официальный ты тоже есть в ВСБ? Да. Ну да. Расскажи вообще, как этот чемпионат мира проводился? Ну там я в 19-ом году. Почему ты стал чемпионом мира? Это что, со всего мира там участвовали? Или как это было? Сколько там вообще схваток было? Тудес, вот же она. Где она? Где же? Вот же. Все, значит ты официальный чемпион мира по грэпплингу. Сколько схваток было? Четыре. Четыре схватки. Последнюю схватку 2-0 проигрывал. Где-то там секунд 30 оставалось. Я его задушил вот этим тренером как раз. Вааа. Базанец. С Наджикистана они хорошие был пацаны. Ну боятся меня отсюда тоже. И сейчас есть еще планы по джитсу, грэпплингу где-то может еще уступать? Ну сейчас, чтобы я поборолся, мне нужно будет заплатить. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Каким-то другим лигам. Они прям в плане медики очень хорошо. Тем более в Дагестане много кто о них знал. И вот так я короче в инстаграме увидел. Просто тупо вот листал ленту. Нарвался в рекомендациях на видео, по-моему, за чемпионский пояс. Кто-то точно не помню. Дрался кто-то за чемпионский пояс. И вот меня заинтересовал. Я еще узнал, что там до 18 лет, с 12 до 18 или до 21 или 2. Где-то так короче. Я узнал, что мой возраст, подходящий мой возраст на вот таком уровне проводят. Серьезно. И мне очень-очень понравилось это все. Представил, вот я молодой там, сколько мне суммарно если так посчитать, мне было по-моему лет 17. 17 я тоже посчитал. Если я не ошибаюсь. И я в тот момент я вот так наблюдал, когда М1 глобал, там очень хорошие бои. Повтор промых эфиров, короче, бывал там у меня на телевизор. Отец очень сильно любил смотреть на тот момент. И я когда наблюдал, на таком хорошем уровне все проходило. И мне это было очень сильно интересно. Вот реально атмосфера вот эта вся. И когда я увидел, что есть все то же самое, только в моем возрасте я очень сильно удивился. И захотел очень сильно попасть в эту лигу. И вот такой своей харизмой, да, так скажем, может. Наглость, да? И наглость, да, немного. Написал ему. Ну, я даже через там общих знакомых. Я его, Ярослава, там общий знакомый, если есть. Кирилла общий знакомый там. На тот момент там еще 20 менеджеров было их. Я вот так выходил с ними на связь, созванивался. Видеозвонки в прямой эфире добавлялся. Ну, себя открывал. Хотел им, короче, полностью немного так дать понять, что кто я и что я представляю. Создал все такие, да, условия, если это так можно назвать. Все условия создал для того, чтобы попасть в эту лигу. Максимально все то, что вот сейчас молодые там хотят попасть. А те условия, которые им сейчас даже в голову не приходят. Все я вот создавал наподобие такого. И благодаря этому они меня приняли. И они были возмущены тем, как говорят правильно, удивлены. Да. Тем, что я вот так. Эксайт. Да, как сказать это правильно. Не возмущены, а… Ну, удивлены, шокированные, воодушевлены. Тем, что я воодушевлены, да, воодушевлены. Тем, что я учусь с пятцом света. А. В такой школе они, они же сильно кайфовались с этой школой. И они когда узнали, что я еще ученик этой школы, они еще больше, короче, взяли за меня. Чем помогло тебе GFC? GFC мне немного вот, как сказать, дорогу открыло. Вот к такой профессиональной такой линии они мне открыли дорогу, чтобы я смог уже дальше там двигаться. Показали мне, как это все работает на самом деле, как можно через это все пройти. Вот все вот эти нервы, все вот эти страдания, может даже если это так можно назвать, перед боем. Это я все это ощутил в своих 17 лет, так скажем. на таком, и с этим совсем я перешел на такой серьезный уровень, как профессионалы. И легко, ну помогли, как сказать. Это тоже самое же в принципе, что и профессионалы. И я считаю, что из профессионала у профессионалы перешел. И мне, я же уже на опыте, мне же уже не так тяжело, как другому другому пацану сначала сразу в профессионалы переходить. И вот благодаря GFC у меня такие взгляды открылись на этот спорт хороший, очень положительный. Я вот так. А есть такое, что тебе сейчас кто-то помогает именно в плане твоего поведения, корректирует? Потому что у тебя 20 лет, ты вот иногда бываешь, появляешься а то там. Вот приводили пример с Байера, там еще ты где-то появлялся. Ну там, кипишь-мипишь, как обычно бывает. Бывает, что тебе подсказывают, что, блин, наби, здесь, короче, ты этот, ну там… Да, в GFC, в GFC дисциплине тоже учили. А мы и не было такого. Я сейчас имею в виду, вот ты же из GFC двигаешься, ага. Вот сейчас твои конференции или где-то твои неконференции, за конференцией. Есть моменты, которые их не устраивают. Есть, да, за которые они мне звонят, говорят, что ты неправильно вот это делаешь, ты неправильно то делаешь. И всегда у меня, ну так скажем, споры бывают насчет этого с ними. А как ты воспринимаешь, да, это, мне интересно? Я, я, я воспринимаю правила, я придерживаюсь правилу, что есть такой момент, что в таких случаях, ну не особо нужно там кого-то случаться. Первый человек, которому я… Единственный, первый, единственный человек, которому я прислушаюсь, это мой отец. А он что говорит хорошо? И они выходили на связь со своим отцом всегда. Они со мной особо даже так на эти темы не общались. Когда я говорил, что единственный человек, которого я послушаю, это мой отец. Угу. Они сразу номер телефона отца нашли и все через отца было. Такой вопрос тебе, да, да. Почему у тебя так это работает, коммуникация с тобой только через отца? Ведь по сути, ну тебе в каких-то моментах, возможно, дают здравые какие-то советы. Я не знаю, какие советы они тебе дают. Ну почему только через отца? Почему ты не хочешь прислушаться к людям, которые тоже желают тебе добра? Или может видят как-то со стороны лучше, все-таки они постарше тебя или прошли много. То же самое GFC, это же они создали, но не просто так. Я же не говорю, я же очень благодарен им. Почему только через отца? Ты просто вот представь, в 17 лет я прихожу в такую лигу, в которую никто не верит. Это GFC Pride. И они меня на такой уровень спустят. Я считаю, за 22 месяца стал чемпионом. Это же много устоит. Я вот поэтому и говорю, я очень им благодарен. Я говорю за моменты, которые, там такой момент, что не ко всем советам нужно прислушаться. Потому что нужно, я прислушиваюсь. Но когда, вот как ты говоришь, там в конфликте, вот все это, когда на такое переходят, и они мне говорят, что тебе это не нужно, я же лучше знаю, что мне надо и что не надо, понимаешь? Может тебе так кажется в моменте? А слушаюсь, нет, это мне мой отец говорит. Да. Потому что гены, это же все через гены. И единственное, у моего отца и у меня одинаковые гены. Это в любом случае, это понятно и так. Поэтому я только буду... Все то, что у моего отца в голове, все это и у меня в голове, понимаешь? Хорошо. Я пример только с него беру и к советам только отца прислушиваюсь. Но он смотрел вообще в ютубе, конференции, за конференциями. Да, он мне говорит, он мне говорит, что вот, он показывает такой-то, такой-то конфликт, он говорит, он неправильный. Я ему говорю, все, подобие вот такого конфликта больше не будет. И вот так. Я вот к этому и говорю, что мне зачем, чтобы кто-то другой там со стороны мне говорил, что ты неправильно что-то делаешь. Если есть у меня мой старшак, мой отец, который может мне это сказать. Поэтому они, Ярослав, они и просят моего отца, чтобы он мне сказал. Они это прекрасно понимают. Это так и должно работать. Это все то же самое, что... Это считать, что как минимум неуважение к моему отцу. Если кто-то другой... Вот представь, вот у тебя отец здесь, и я тебя там за что-то ругаю. А кто тогда твой отец? Я понял, я понял, что ты имеешь в виду. Я вообще это хочу донести до людей, до зрителей, до Ярослава. Ну, воспитание такое, воспитали так, по таким канонам. Я поэтому единственный человек, к которому я прислушиваюсь, это мой отец. Еще, брат, один момент хочу обозначить. В GFC еще работают два человека. Это Максим Каганский и Павел Морозов. Не пойми только меня неправильно, брат. Это очень сумасшедшие мужики, брат. Они, так скажем, акулы бизнеса, брат. Я с ними работаю, и когда люди задаются вопросом, почему ты такой, почему ты так хорошо разговариваешь, почему ты так хорошо дерешься, посмотрите на вот этих людей. Павел Морозов. В Википедии, везде, в Википедии. Узнайте за этих людей и поймите. Вот реально, я только с ними работаю, они мне помогают. И я везде, где бы ни газал, я газую только с ними. Слушай, ну окей, хорошо, интересно ты рассказываешь. А думал ли ты о лиге СТА? В том случае, если у тебя контракт с харкором закончится, интересно было бы тебе туда попасть? И включая, что СТА это трамплин для UFC. Ну, по крайней мере, оттуда попадают. Ну, и с ППММ тоже можно попасть. Вот Шарабулит пример. Ну, а ты рассматривал СТА? Если будет хорошее предложение, подраться с хорошим бойцом, не нахимичным, брат. Я подерусь. А как ты узнаешь? А там я узнаю, брат. Я сам на человеке допинг-контроль проведу, если нужно будет. А в харкоре что? Я хочу с человеком подраться. С нахимичным Кинг-Конгом мне это не нужно. Поэтому лучше я с природным Кинг-Конгом подерусь. Сразу на раз, один на один. Найдите, да, на этой планете ход одного Кинг-Конга. Природного Кинг-Конга, не нахимичного, а природного. Такого, как я, брат. Пускай ход одного найдут. Я подерусь без проблем. А в UFC там все нахимичные, брат. Посмотри, там 61 выглядят на 70 килограмм. Так не должно это работать, брат. А в хардкоре? Все нахимичные? В хардкоре такого нет. Что там допинг-контроль? Там в хардкоре, если даже есть, там нахимича только кошку, брат. Понимаешь? Там, там, там Кинг-Конга не будет химарик. Ну а что, ты сомневаешься, что ты можешь вывести нахимичного своего веса? Я не сомневаюсь, брат. Я знаю, что я его пройду, я знаю, что я его не пойму. Но это все, это совсем другое. Это считаю, что я, люди могут посмотреть на мой бой с природным человеком, с природным бойцом и с нахимичным бойцом. И это два разных боя будет. Мне будет тяжелее, базар нет, в любом случае, с нахимичным человеком. Но я его пройду. Такой момент. Слушай, ну а Петр Ян как прошел весь СССР и дошел до UFC? Ты думаешь, Петр Ян тоже химичил, либо он не химичил, но прошел на химичных? Просто я тоже могу начаться с SEA, брат. В чем проблема? Я тоже могу начаться с SEA. И так же, как и Петр Ян, пройти всех и пойти в SEA. Ну зачем мне это? Ну как зачем? Я же могу, я же могу, в любом случае, в хорошей, достойной лиге в хардкоре пройтись по всем, заработать медийку, которой у SEA нет, брат. Вот с этого надо начинать. Намного, намного просматриваемая организация – это хардкор. Сто процентов. Чем SEA в любом случае. Я это сто процентов знаю, поэтому выйти, не набрать хороших просмотров и побить нахимичного такого бойца мне это не нужно. Вот я с природным хорошим бойцом подерусь и заработаю на этом хорошем просмотре. В хардкоре. Давай интересный такой вопрос тебе задам. На фоне такого прекрасного Каспийского моря. Есть поп ММА те, кто тебе прям максимально неприятны? Максимально неприятны, брат. К твоему удивлению, могут там больше десяти человек. Я не буду называть, они сами это знают. И это… Давай троих назови хотя бы. Мы не знаем. Не, я скажу, я не люблю таких людей, я не навижу таких людей, брат. Я просто обозначу один момент, и ты тоже, наверное, поймешь, за каких людей я говорю, за кого конкретно я говорю. Это… Ну говори. Те, кто употребляет, брат. А, в этом плане ты говоришь. Тогда базара нет. А там они есть. Я же знаю, я тоже… Тебе это прям противно смотреть, да? Да, я не люблю таких людей. Я в сторонку. У меня вот достойные братья рядом. Те, кто не употребляет. Здесь я в Алай, хоть одного человека вижу. Тот, кто из моего окружения будет употреблять, я в сторонку его поставлю. Мне такие люди не нужны. Они у меня вниз, ко дну будут. Набис, смотри. Ну, раз нахимиченный ACA тебе не интересно в виде трамплина в UFC, то как вообще ты сам видишь попадание в UFC? Через что? Как? Меня зовут Магам Чарипов. Я с ним разговаривал, общался. Он мне в этом помогает. Он очень сильно. Он когда видит, что человек хочет, он реально этого хочет, он все то, что от него зависит, делает. И он мне сказал… Об этом мало кто знает. Он меня вывел на связь с Резваном Магомедовым. Может кто знает, это один из лучших менеджеров на западе, на той стороне, за океаном. Я с ним общался, забит, мне дал его номер телефона, я с ним вышел на связь. Он мне тоже пообещал то, что в сентябре этого года, скорее всего. Но я не буду сейчас вперед забегать, это так. Он пообещал, что он поговорит. Сделай все, что от него зависит, чтобы я на данный контендер подрался. Такой момент, блядь. Офигеть. В сентябре. Считай один килограмм. Слушай, я могу только пожелать тебе здесь. Обещай, брат. И поэтому зрителям я что хочу сказать. Я здесь, чтобы сказку сделать были, чтобы понимали. Поэтому, когда я разговариваю, это не щутки, это все всерьез, в реальность. Едем дальше. Ершов, Шапалах или что ты там сделал? Что там было вообще? Что за история? Что за новая какая-то непонятная смута? Ну, с ним получилось так, как должно было получиться. Он там в сторону. Там после боя уже это все было прям. В сторону, ну да. А я уже в октагон заходил спокойно уже. Я даже не мог представить, что вот так получилось. Я заходил, а Байра же после ударил только его фару. Это все удар. Это суетание из-за этого сначала получилось. Я смотрю. Опять Байра. Бой проиграл. Ну, после его боя уже это было. Я иду просто, чтобы чувство привести, ему уже плохо, хреново. Я просто иду, чтобы чувство привести. И смотрю, он идет напротив. И вот так в сторону этих показывает секундантов, средний палец скажет. Но я средний не покажу. Он идет и в сторону секундантов средний палец показывает. А я смотрю в сторону секундантов. Там отец Байре. Просто из уважения к его отцу я его в зал ударил. Мне неудобно стало. Его еще отец это увидел. И вот кривая ситуация получилась. Что было потом-то? Ну, я подъезжал и ударил его. И после этого уже суета получилась. Он что-то от тебя хотел, Ершов, потом? От меня ничего не хотел. Как он общался потом? Он не понял, наверное, почему я его ударил. Ты объяснил хотя бы за что ударил? Его я больше не видел. Ну, сейчас уже будет понимать, за что я ударил. Все, понял тебя. Следующий у нас кто? Марсель. Так, вообще, как у вас зародился трешток, бой? Блин, много по нему моментов. Есть еще спросить. Ну, давай последовательно ты будешь рассказывать. А я там, если что, спрошу из твоих слов что скажу. У него все то же самое, что его бояли в голове. Хайп, деньги. Но он затмывает свой разум. Он сам характером, он такой добренький пацан. Вот видно же по человеку бывает. Он добрый пацан, он лишний раз куда-то не полезет. Но когда, как только включатся камеры, как только вся эта атмосфера возле него появится, он поймет, что надо делать здесь. Ему это не подходит, просто хочу сказать. Ему это вообще не подходит. И вот все то, что он делает там, на все, на что его подписывает. Это его к лучшему не приводит. Вся та же самая схватка, в которой он думал, что он выиграет. И проиграл. Она тоже, нет. Не угадал он, короче, с грепплером. Не угадал? С грепплером не угадал. Почему ты его ударил? С грепплером не угадал. С лучшим в истории брака. Почему ты его ударил тогда, после схватки? С ним как получилось? Мы поборолись. Изначально вообще мне позвонили и сказали, ты будешь комментатором. Мне не говорили, что будет Марсель. Мне не говорили, что все вот это движуха будет. Я просто ехал туда комментировать бои и все. Далее вызывает меня с поясом, я же чемпион. Меня вызывает в ринг, в октагон, то есть. Вызвали, я стою, уже этот человек появляется. Все после той ситуации, которая там в этом получилась в одной лиге. Я уже забыл, что за лига это была. Там мы с Марселем зацепились. После этого нас позвали, его позвали, меня позвали. Я прокомментировал уже все бои и вышел в октагон. И он выходит в октагон. И вот, ну как все видели, нам схватку предложили. Мы поборолись. Я просто видел, что Марсель, когда болевые делает, он их... Даже когда человек сдается, он все до конца хочет. Он не отпускает. А где это так ты видел? Он везде вот. Душит, на руку, на ногу делает. Болевые не отпускает. Он остается. И ломает что-то? Хочет сломать. Хочет сломать. Принамеренно, да. Ломает человека, чтобы... Набиль, а где можно увидеть эти моменты, о которых ты сейчас говоришь? Они есть в сети? Я бои видел. Пару боев его видел. Я же забыл про эти моменты. То, что он... Я когда выходил, я про него забыл. То, что он там, когда болевые делает, он его доделывает. И я выхожу. Вроде бы я его закрыл. И в моменте, когда я его душить начал... Время же там... Там три минуты, по-моему, мы боролись. Он уснул бы. Я вот знаю. Если бы там не сказали бы, время он уснул бы. Я его держу. Я же знаю, что он тоже так... Все то же самое он сделал бы. Я поэтому его не отпускал. А ты же говоришь, что ты забыл про эти моменты, что он так делает. Я только в моменте, когда уже душить начал... Только тогда вспомнил. Когда уже поймал его, я уже вспомнил, что надо его закончить. Почему-то я не захотел, короче. Вот просто отпустил его. Я мог его усыпить там наглухо. Он такой... Мертвый. Но потом вы устали. Вот там ты его последовал удар этот. Что тебя побудило? Ну, не сильный, конечно, но все равно. Просто не хотел я ему это делать почему-то. Я не знаю. Что-то мне не дало, короче, до конца ему это было. Я ему... Кто мне мешал? Мне никто... Меня пальцем не тронули, когда стоп в речале. Как будто бы все хотели, чтобы я его усыпил. Но я ему это не сделал. А потом я встал. Я ухожу. Я праздную победу. Я его выиграл. Я там ему... Сколько болевых там... Сколько я его обходовал, там сделал. Тренер там по грепплингу. Все, кто там судь. Они все знают, что я его там выиграл. Все будут понимать. По баллам я его вообще убил. Плюс вот этот болевой. Было бы это сладко по грепплингу. Он наглухо там уснул бы. До этого ситуации, где я его там ударил. Я ему... Я после этого... Мне не понравилось то, что там его кинеты кто-то там еще был. Я же в одного был там. Я просто вышел на улицу и его там ждал. Я его... Одному из них, я его не помню точно, кому... Я сказал, Олег, выйди на улицу. Выйди на улицу. Выйди на улицу. Вот там и поговорил. Я жду. Смотрю, 6-7 человек ко мне подходят. Не один Марсель. Я вообще одного в Марселе лежал. Я еще в одного. Никого нету. Я такой, говорю, кто, говорю, где этот Марсель? А он еще сзади шел в догонку. Я говорю, подойди до сюда. И какой-то его друг меня тормозит вот так. Тормози, говорит, ты куда выкуешь мне? Я говорю, ты что дурной, что ли? На себя приходил. Он такой еще маленький. Ему один раз лопать ждать. Он откинется там. Я еще знаю, что с ним будет. Просто их там 7 раз. В принципе, мне без разницы было. Я там с одним из двумя подрался бы. Но суть в том, что их там очень много было, короче. Я говорю, вы что вот здесь толпой вот так встали? Вы что-то сделаете, что ли? Думаю, ну сделаете. Говорю, там два пацана вроде адекватных были. Вот им от души за то, что вот так они. Бывает же люди. Они могли либо напасть, везде напали бы в любом случае. А там два таких адекватных пацана было. Они мне говорят, набей, брат, тормози. Я говорю, давай закроем эту тему. Марсель может чуть не угадал. Может чуть ошибся. Вот мы к тебе уважительно относимся. Нам это не нужно. Чего бы у вас не было. Я говорю, брат, хорошо, давай вот здесь закроем тему. Дай мне вот этого человека. Я с ним поговорю. Я тонул, Марсель. Я ему говорю, Ле, тебе вот это не нужно. Вот так не морси. Вот так фигню не страдай. Хорошо, хорошо, хорошо. Он так и сказал. Хорошо, хорошо. Я вот это свое тоже успокоил, пока ему по счетчику не дал. Ему тоже сказал. Это там что-то бубнил. Какой-то самый маленький. Я еще чего не дал, не понял. Самый маленький в компании их не был. Который, видно же, вот бывает такой, который толпа, и сзади всегда вот суетится, там что-то типа хочет сделать, но не сделает на самом деле. Такие самые здоровые, самые здравые пацаны, они там нормально общались. Они мне говорили, Ле, нормально, Сунабиб, мы тебя уважаем. Я говорю, брат, если вы меня уважаете, я вас взаимно тоже уважаю. Все закрыли тему, не Марселя, просто да, вот так вытянул Марселя и Марселя поговорил. Ему объяснил, тот все равно что-то бубинил здесь. Вот был бы он один в одного там АЖС, и вот эти пацаны, если бы ко мне уважительно не отнеслись бы, я ему, ну, я как сказал, я ему как минимум там дал бы один раз хорошо же есть. Самый старший, кто-то из них там был, я забыл его имя просто, я ему говорю, брат, хоть у вас здесь 10 человек будет, хоть у вас здесь 20 человек будет, вы что думали, говорю, я здесь что слабину буду показывать, что для того, что вы с 7 мера выскочили. Хотя я, они прекрасно знали, что один выйдет оттуда. Я сказал, один выйдет, тогда они еще в кучке стояли, когда эта вся суета взошла. Я говорю, Марселя, одному из них сказал, Марселя просто вытянул. Они 7 человек вышли. Так в итоге с Марселем бой у вас будет? С Марселем нам же хотели, вот до Рамадана, если не ошибаюсь, мне предлагали, ему тоже предлагали, он отказался, видимо, там он с гонораром, что так, с Курско, короче, очень поступил и бой не случился. Слушай, как он отказался, просто нет, я с ним не буду драться или что с гонораром? Гонорар запросил, короче. Какой ему гонорар? Он запросил прям очень большой? Ну, видимо, большой, раз он так, раз они так, ну, не сошлись, короче. А, не сошлись, короче, по контракту с Харкором. Они ему, видимо, предложили Хардкор, он просто его не захотел. Может так, я не знаю. Ну, не сошлись, да, к общему не пришли, из-за этого Марселем начал немного ныть и бой не случился. А ты думал вообще в перспективе подняться? Сейчас там двойной чемпион правит. Пока еще сделаем один, но пока легче подвигаемся. Пока в планах нет, пока переходить. Да, в дальнейшем, если может даже, когда два-три боя может я еще в этом весе сделаю. Потому что у меня сейчас мой вес 71 килограмм. Мне просто научиться надо правильно подходить к этому весу. Вот мы даже проверяли, вот как я с менеджерами обсуждал. Вес, который я не смогу уложиться, это 57 килограмм. Там 61 это возможно уложиться. Я вот уложился уже. 57 в Харккоре нету. Вообще говорю, образно. Я делал за 10 дней 61. Сейчас примерно я там 72 вешу, 72-73 килограмма и сделаю там 1 из 12 килограмм. Это можно, это вполне возможно. Нет, но ты по-любому задумывался. Да, я задумываюсь. Может когда контракт буду переписывать, там сколько у меня там, три боя еще. После может я, когда переписывать буду контракт, может я там сделаю 60 часов уже. Буду 60 часов уставать. Ну а ты вот со своей командой разговариваешь и я хочу примерно понять, как ты думаешь в течение одного года, даже не одного года, а этого года будет такое, что ты уже будешь… Я скорее контракт закончу в 61. Закончив в 61 и потом ты уже… А, все-таки, так это вот, считай, чуть-чуть осталось. Три боя. Три боя. Ты эти три боя как планируешь провести, в какой временной промежуток? Сейчас вот после рамадана я буду, ну как… Это уже с менеджером отговариваю, там если через месяц-два, ну как минимум через полтора. Вот поделюсь, например, сегодня, через два месяца буду готовить. Ага. Слушай, ну в теории ты в этом году можешь переписать новый контракт и получается на 66. Да. Я просто к чему спрашиваю тебя, это очень всем интересно, учитывая, что чемпион 66 Карим и он правит в двух весовых. И, блин, сейчас зрители смотрят, они по-любому… Это любой, да, все ждут. Я об этом бою тоже. Да, если Карим не уйдет куда-то дальше и не оставит пояс или не потеряет пояс. Ну вот мне тоже интересно. Представь, в двух весах чемпион, он там номер один, пам-фу-паунд. Представь, выходит двадцатилетний пацан, выходит и побежает номер один, пам-фу-паунд, который в двух весах чемпионом и становится… Но это конкретный трамплин. Неспоримый непобеженным чемпионом. Это супертрамплин. Мы идем только к этому, но сейчас моя определенная цель – это пару защит. Настоящий чемпион, только тогда, когда он сделает защиту пояса. А в этом, в своей защите пояса, я немножко в висогонке не угадал. Поэтому… Расскажи как раз-таки про эту висогонку. Что случилось? Почему ты не сделал вес и… Можешь и растешь, и это уже намек, что подниматься надо? Объясню. Чуть-чуть расслабился. Немножко расслабился, да. Вот, ну, не было, ну, как сказать, мог бы набрать там своим менеджерам, всем набрать заранее. Я набрал не в то время, не в том, так скажем, еще месте. Поэтому можно было бы это намного раньше сделать. Желание должно было появиться только тогда, когда оно должно было появиться. Поэтому, я не знаю. Нужно было… Нужно было… Просто, к чему я веду, немного ошибся с тем, что с менеджерами не созвонился, не выбрал место, где буду делать вес, не выбрал там диетологу. Ну, не как раньше, не как тот бой за пояс, не как перед тем боем за пояс. Перед тем боем за пояс все максимально профессиональное было, что аж за 9 дней мы согнали 11 килограмм. Получается, тебя лишили пояса и ты стал претендентом. Да, полтора килограмма. И процент какой-то ты платил ему, да? Полтора килограмма я перевесил, ему 30% гонорара. Ну, меня довольно таки хорошо, так скажем, напрягли на все эти. Ну, как должно было быть. По контракту. Да. Заслуженно, да. Ну, накасачил, надо сделать так. 30% гонорара, пояс забрали. Получается, ты стал претендент, чемпион претендент. Я чемпион брат. Ну, еще там желтая карточка тоже была. Желтая карточка, 30% гонорара, еще и пояса лишили, ты это представь? Это как на человека давит очень сильно. Давило на тебя? Там прям нет. Мне мой отец сказал, мне это нравится. Бой случился? Да, есть. Все. Я просто от настроя и эмоций своего отца тоже знающий в некоторых случаях. Поэтому везде вот, в принципе, везде. Мой отец если скажет, Лей, ты четко идешь. Не, мне вот это нравится, вот это нравится, значит все четко, все грамотно. Там мне отец сказал, мне просто нужно, чтобы ты вышел в эту клетку и дал зрителям понять, что ты боец другого уровня. Я ему сказал, все, погнали. Бой есть, бой случился, я ему набрал еще радостный. Там обговорили, решили. Но я говорю, меня очень сильно в плане правил вот этих всех, меня очень сильно наказали, говорю. Он говорит, мне это не интересно, ты выйди и говорю, главное, вот там вот все, что нужно сделать, сделай. Пояс мне тоже не нужен, мне главное победа. Людям, людям интересен, намного интереснее будет победа, чем этот пояс. Люди, как личность, я нужен, как чемпион, которого идут, который двигается. Проект Ходкора и, так скажем, основной доход, заработок Ходкора. Это имя Наби Набиева, чтобы понимали. Болевой, который ты ему сделал, ты говорил заранее, даже на конференции и вообще про тебя снимали видос, который включили перед боем. Ты говоришь, я завершу необычным болевым. У тебя в голове в тот момент, когда ты представлял, что будешь завершать необычным болевым, какие варианты были? Как ты думал, что ты завершишь? Ну, типа, какие необычные болевые? Не было прям такого, я просто как на это посмотрел. Ну, у тебя же были, на твой взгляд, какие необычные болевые? Не так много. Необычные для Жемана. А, ну ты сделал необычный для всех. Да, я думал, которые мы никогда не делали. По итогу там вообще в качестве. Но ты сразу, как это называется, это не кочерга, канарейка, это все, а у меня все вместе, как это? Канарейка? Нет, это приемы ты сделал. Не, она была речащая, забыл. Банан слить, что ли. Короче, ногу чуть не оторвал, так назовем этот прием. Да. Вот, я имею в виду, ты даже не представлял, что именно этим будешь. Просто думал, что-то там надо придумать. Ну, а какие у тебя еще варианты были? Был. Просто ты как-то в моменте сидишь, добиваешься, потом о, вспомнил, разворачиваешься, за ногу вышел. Я импровизировал, знаешь, какой валевой, у сетки, где я вот так на душу, то есть спереди галлотиной, только не как все делают, а именно вот так, и чтобы он вот стоял ровно, и он нагло вот так вот головой об канвас, чтобы забился, да. Как строители, гвозди не забивают молотком, чтобы он вот так больше забился, понимаешь? И еще вот в завершение этой темы хочу вот поблагодарить очень сильно вот команду «Жимана». Ну, были там моменты, там споры, очень тяжело договориться было, но все пришло к тому, что они были согласны, поэтому если бы не они, этот бой тоже не случился бы, и им большое спасибо. Ну, если бы не они, там очень сильно, даже больше, чем вот эта желтая карточка, поезд, меня бы даже больше наказали бы. Поэтому им большое спасибо. Казахстан налга, газ держим, в любом случае. Сейчас может так соперничество там между, ну, своими там пацанами, но за океаном весь Казахстан за меня газовать будет. Наби, а когда ты почувствовал популярность, что тебя прямо узнают, фоткаются, вот в какой момент, что ты думаешь, нифига себе, что это такое происходит? Когда в Дагестан прилетел, я очень сильно, вот прям сильно так почувствовал. Так в Москве же в основном не сильно. Сейчас, да, базара нет, в Москве тоже узнают. На тот момент я же только поезд забрал. Вот это после первого моего боя за поезд. Ну да, и… Поезд забрал, прилетел домой, уже в аэропорту. Я же вижу, я вот, например, вот так иду, в своей жизни живу, просто хожу и вижу вот со стороны, как смотрю. У нас особо такой темы нет, что подходит, фоткается. Ну, это редко. Фоткаются, базарные, ну, это младшие, там, 18 лет. До 18 лет они фоткаются, подходит. А старшие, они могут вот так посмотреть, это заметно, очень сильно заметно, что человек, что ты во внимании, на тебя смотрит. Ну да, узнал, ты видишь по разгаду, что узнали тебя. Я вот это… В последнее время я это очень сильно начал к этому внимание уделять. В такси сажусь и еду куда-то, именно в такси узнаю. Часто в такси узнавали, это с Таджикистана, с Узбекистана, там, с Казахстана бывали, узнавали вот так. А на улице как часто? На улице тоже. Ну, я редко гуляю, я не люблю так особо гулять. А есть какая-то история, которая тебе запомнилась, что тебя узнал твой подписчик и что-то необычное случилось? То, что в школе было, это как сегодня, 50 лет? Ну, это уже… Лучше я не знаю, брат, хочу сказать, да. Все. Лучше этого я не увижу больше, наверное. Слушай, ну а сейчас твой источник заработка – это только бои? В основном мой инстаграм. Больше я с инстаграма зарабатываю. А, с инстаграма. А сколько получается примерно в месяц зарабатывать? Больше ляма. Ты серьезно сейчас? Сколько тебе реклама в сториз стоит? Я делаю за 100. Я вот, когда в Таиланд вылетал, перед Таиландом я миллион рублей на рекламу взял. Красавчик. Ляма – это 100. Не так зарабатываю. Аккуратно, да, что сказать? Ну, это так стабильно. Тебе надо инстаграм, чтобы у тебя просмотры всегда будет? У меня вот берут рекламы, прям хорошо берут. Вот Кирилл тоже знает, но у меня нормально. Ну, ты прохавал фишку, что надо постоянно сторизы снимать, харизматичнее, что-то интересное, чтобы постоянно крутилось. Да, да. Это очень привлекает аудиторию. Я вот делал два сториз по 50 тысяч. Слушай, вот ты заработал больше ляма на инсте. А как твои родители на это реагируют? Потому что для них это по-любому что-то типа, как можно зарабатывать такие деньги в инсте. Мы всю жизнь работали. Они вообще не верят в этот инстаграм. Вообще то, что там происходит. Когда ты сказал, лям есть, типа заработал лям. Они какому правилу придерживаются? Легких денег не бывает. А ты считаешь? Подожди, не ты считаешь? Я не считаю. Ну, выглядишь со стороны зрителей, на это так посмотрю. Ну, твои родители же знают, как у тебя путь там, бои, школа. Да, но инстаграм это же другое. Ну, короче, для них это все равно типа. Да, они не признают. И что говорят? Сейчас, сейчас признают, сейчас начали признают, как когда уже на хату деньги приходят. Плюс у меня же еще и зарплата есть от моей команды. А GFC Pride. И зарплата еще капает? Очень хорошая зарплата. Ну, нормально ты этот. Нормально двигаешься. Это я же говорю, когда ты сам себя двигаешь, когда сам понимаешь себя, тебя всевышним больше. Ну, вот сейчас мне вот даже предлагали рекламы там 1XB, там все вот это движуха, там ракетки. Ракетки, да? Да. Это вообще сильные, сильные деньги мне предлагали за это. Я представляю, если ты, я представляю, какие предлагали эти деньги. Поэтому я вот от этого отказался, от многих. 1XB, Mailbet, по-моему, потом нативную рекламу мне предлагали, потом ракетки предлагали, очень много таких. Ну, пирамиды всякие, я понял. Онлайн там, онлайн там покеры, вот все вот это движуха, мне очень много предлагали, за счет которых я очень большие деньги мог бы заработать, но я вот от всего вот этого отказался. И, может быть, посредством этого меня всевышний и наделяет таким заработком, может быть. Какие у тебя вообще планы, цели в хардкоре и в медиа? И как ты видишь свой путь? Я уточнил, специально сказал в медиа, то есть в хардкоре понятно, ты сейчас скорее всего назовешь там, взять 3 пояса в 3 весовых. Вот. Мне бы хотелось бы, чтобы ты так сказал бы, что ты хочешь это сделать. Вот. Ну да ладно. 61, 66 и 70, да? Если я Карима выиграю, то все 3 пояса я считаю, что забираю. Ну нет, ну да еще 3. Но это так. Это так. Если я выиграю в 61 пояс, вот я забрал уже все чемпионы в 61, выиграю в 66 Карима, и если я подойду к Кариму, скажу, брат, кто чемпион? Он скажет, ты. Двойной чемпион он скажет, потому что я его выиграл. Но ты будешь двойным чемпионом. Если справедливо посчитать, он скажет, ты в 2 весах чемпиона. Потому что все то же самое, что он сделал, я сделаю, тем более, если я его выиграю. Какие ты цели преследуешь в медиа, и вообще, чего ты хочешь дальше? Мне повод, да, я президентом планеты могу стать. Не буду вперед тоже забегать, но конец я уже немножко так предугадываю. Если я, конечно, доживу до этих дней, конец уже я предугадываю вон каким-то... Кристиану Роналду отдыхает в стране. А, это вот какой конец, да, Кристиану Роналду отдыхает? Давай как раз таки поговорим о поводе, чтобы стать президентом, как ты и сказал. Потому что в одном интервью ты говорил, если бы, короче, не бои, ты был бы президентом. Если бы не бои... Президентом хотел уточнить чего сначала, какой страны, республики. Какой бы я захотел бы, я же говорю, если просто повод появится, а он в любом случае у меня появится, если повод появится президентом, я же говорю, не просто так. Президентом планеты тоже стану, поэтому... Короче, ты прям заражаешься конкретно книгами, которые ты читаешь. Я уверен себе, я уверен. Я... невозможного ничего нету. Можно и президентом стать. Как-то же наш президент стал же президентом. Твой девиз по жизни? Сходу, что первая в голову приходит? Не, не... Делай историю, если реально хочешь этого. Это цитата откуда взята? Ты сам придумал или где-то слышал? Не, я его где-то слышал. Это цитата из моей жизни. Я ее услышал, увидел. А где увидел? И просто сверил со своей историей моей жизни. Где? Не помню, если честно. Что? Может, в книге увидел. Слушай, у меня больше к тебе вопросов нет. На самом деле, мы провели здесь несколько дней. Сходили в школу, поборолись. Ты мне подсказал, поделился со мной опытом, потому что у тебя его намного больше. И надеюсь, нашим зрителям, которые смотрят, вам понравилось. Вы напишите свой комментарий обязательно. Ты читаешь эти комментарии? У меня под постом читаю. А здесь почитаешь? 100% почитаю. Поэтому пишите комментарии, он будет читать. Я буду читать. И мне интересно вообще, как этот вам фильм зашел. Потому что я, как всегда, стараюсь для вас. Прилетел сюда. Тратим время. Но время это не то, что тратится. Это время проводится с кайфом. Потому что я давно хотел у тебя взять интервью. Но ждал, когда плод созреет. Знаешь, да? Зреет, зреет, зреет. Ты за три месяца, по-моему. Да. Я три месяца назад понимал, что... Перед моим боем с Жиманом. Да. Я знал, понимал, что это... Я выиграю. Все у тебя должно получиться четко. Я хотел бы, чтобы у тебя все получилось четко. Но сейчас рано. А вот потом будет четко. И хорошо, что мы это сделали. Спасибо, Намите, за встречу. Знаем, брат. Я тоже от души, что вот так приехал. У тебя здесь есть три камеры. Может, ты что-то хочешь напоследок сказать? Ну, две камеры. Это на меня камера. Скажу, я несколько раз уже это повторял. Хочу вам всем сказать, всем зрителям, болельщикам, кто за мной следит, кто за мной наблюдает. История смешанных индоборств, она вымирает. Вы должны использовать часто моё имя, чтобы оживить эту историю. Субтитры сделал DimaTorzok На меня и меня путь, это сложно, но я Все тут готов пройти. Я так долго искал, этот выход собирал Свой дух, пока был заперти. Я помню закат и свой город. Мысли, мечты и так до рассвета. Да мы все тогда-то уйдем, но если уходить, то только с победой. Субтитры сделал DimaTorzok